Сейчас мы проводим 20-е чтения, поставив в повестку дня вопрос о месте идей Щедровицкого и Московского металлогического кружка В контексте философских, методологических и социогуманитарных размышлений 20-го века Вы, наверное, помните, те, кто участвует постоянно, что аналогичную тему мы пытались обсуждать больше 10 лет тому назад Честно говоря, меня тогда это обсуждение не удовлетворило Более того, кто-то из вас помнит, что была достаточно широкая дискуссия по поводу того, нужно ли сопоставлять Если нужно, то с кем, в каких рамках, с помощью какой методологии Ну и некая группа сторонников методологического гетто, она все равно среди нас остается Но я имею в виду тех, кто считает, что ни с кем споставлять не надо, что мы сами по себе Вот и так вот в таком состоянии и будем дальше жить бесконечно Я попросил к нашему сегодняшнему обсуждению распечатать вот на этом большом панно Недавно появившуюся в интернете схему, которая пытается выстроить рейтинг влияния идей И, соответственно, авторов этих идей друг на друга Современные формальные средства, контент-анализа позволяют проделать такую работу И вот на этой схеме 18 тысяч интеллектуалов А размер кружочка, он, собственно, определяет масштаб влияния этих интеллектуалов на других И вот вы видите большие такие красные кружочки Все они, надо сказать, принадлежат философам Хотя среди интеллектуалов, которые участвовали в этом рейтинге, есть не только философы Есть писатели, там сбоку такой маленький Шекспир, например Есть даже артисты, современные художники Короче, это довольно большая выборка Вот там, значит, чуть-чуть, вот там, так сказать, три такие крупные кружочка Вот в серединке два Это Ницше и Маркс Значит, конечно, анализировалась прежде всего англоязычная сфера Это нужно иметь в виду В этой англоязычной сфере из российских мыслителей очень мало Ну, например, там есть Кропоткин Кружочки маленькие тоже Но я хочу вам сказать, что там нет Щедровицкого И вот с моей точки зрения, пока он там не появится Нам надо поставить двойку Всем За ту работу, которую мы проделываем все эти годы Нам надо поставить двойку А можно как угодно, значит, по этому поводу там фантазировать Рассказывать, что это надо было сделать, значит, русскоязычный контент Там надо сделать еще что-то Ну, как бы, если надо, так и делайте Вот, например, к этим чтениям вышло две статьи Вот я видел две статьи Значит, одна статья РАЦА с авторами А вторая статья Тимофея Сергеевского в журнале «Однако» Вот, с моей точки зрения, пока будут появляться такие статьи И не будет нас в этом рейтинге Но это в некотором смысле наша вина Да, мы как сообщество и как школа Не способны о себе что-либо внятно написать И мы не способны разместить свои идеи в интеллектуальном контексте А за сим я перехожу к содержательной программе Она будет состоять из нескольких фрагментов Надо сказать, что подготовка шла очень тяжело И вы увидите это на материале докладов Мы немножко отступим от традиции Я хочу начать с презентации двух изданий Одного это издание, или переиздание, третье издание Лекции Георгия Петровича По управлению о них Об этом издании расскажет Андрей Русаков И второе издание Это издание Текстов Георгия Петровича В рамках более широкой книги На английском языке Которую расскажет Андрей Реус Андрей Спасибо В конце ноября прошлого года Вышла книжка в студии Артемия Лебедева Это, как сказал Петр Георгиевич Переиздание, третье издание книги Которая ранее выходила Вот в сереньком виде Под номером 4 Но отличается она не только внешне Понятно, что студия Артемия Лебедева Прежде всего дизайнерское издательство И они большое внимание уделяли И верстке, и внешнему виду И качеству полиграфии Вот Но Это получилась книга Как я сказал Не только внешне совершенно другая Но и внутренняя То есть текст остался тот же Как бы это текст Георгия Петровича Которого мы практически не трогали Кое-где Устранили опечатки Привели более читабельно Такому писемному виду этот текст Но сопроводили его рядом Как бы Текстов Примечаний И предисловий Значит Книга начинается с предисловия Петра Георгиевича Которая рассказывает О ситуации Которая предшествовала К тому, что Этим лекциям Это Как вы знаете Или не знаете Читались В 1981 году Эти лекции В Институте повышения квалификации Министерства энергетики СССР Параллельно проходила Рудеятельностная игра Которую вел Георгий Петрович Под названием Вступление в должность Начальника управления Строительством АЭС И фактически Эти лекции Читались Ну в параллельно Этой игре Тем же самым участникам Которого было Чуть больше 20 человек Также Большая работа Была сделана Мною Галина Алексеевна Мы два редактора Этой книжки Сложилось так Что Лебедевцы Они так Отстранились От редактирования И практически Всю работу По редактированию Книги Мы взяли на себе С Галиной Алексеевной Помимо примечаний Которые интересны Тем что Восстанавливают Много Исторических Контекстов Цитаты Которые Георгий Петрович Приводит довольно много В тексте Но Приводит их по памяти И мы уточняли По источникам И как бы Восстанавливали Эти цитаты В оригинале В примечаниях Также Там идет речь О ряде людей Которые могут быть Плохо известны Или вообще неизвестны Современным читателям Например Такие как Терещенко Я например Не знал Пока мы не раскопали Кто же он такой И почему его Хрущев в свое время Пригласил СССР Из Америки Кроме того Кроме того Значительно Были переделаны Схемы Практически Они были Перерисованы Заново Но Сам дизайн Схемы И стиль Который Был Представлен в книжке Это конечно Художество Собственно Дизайнера Студии Но по содержанию Они все были Уточнены По Уже изданным Как бы Работам Ранее Публикованным Георгия Петровича Плюс Мы Некоторые схемы Из предыдущего Издания Просто Удалили Поскольку Посчитали Что они тут В общем Лишние И на них Георгий Петрович Текст Собственно Ссылается Потому что Они В общем Все схемы Реконструированы Так или иначе Поскольку Они В рукописи Не сохранились Кроме того Еще Сейчас задают Вопрос Удалось ли нам Остановить Четвертую лекцию Которую В первых Двух изданиях Была опущена К сожалению Нет По всей видимости Мы пришли к выводу Видимо Она вовсе Не сохранилась Коллеги Я Просто К тому Что Я думаю Период Когда Надо Просто Издавать В больших Масштабах Тексты Я об этом Говорил Неоднократно Он В общем Проходит И если Если уже Делать Какое-то Бумажное Издание То Надо Ориентироваться На современного Потребителя С его Эстетикой С его Спросом Ну Если мы Хотим Чтобы Эти тексты Читали Кроме Кто-нибудь Кроме Тех Кто и так Погружен В эту В этот язык И в эту Проблематику Спасибо Андрей И Если Можно Второй Проект Добрый день Добрый день Уважаемые коллеги Это Это Одна Книга Тут Не Три Просто Некуда Положить Было Видимо Значит Я бы Хотел Презентовать Английский Перевод Книги Которые Книги Которые Вышла В прошлом Году И Которые Мы В прошлом Году Разговаривали Достаточно Подробно Называется Она Методологическая Школа Управления Вот Она Кто-то Наверное Видел Может Кто-то Даже Полистал Продается Да У меня Не было Таких Целей Сегодня Коммерческих Я понял Хорошо Значит И Я хотел Сегодня Несколько Слов Сказать О Смысли Того Что Зачем Мы Сделали На английском Языке По сути Дело Это То же Самое Издание За Исключением Второго Тома Который Нам Показался Слишком Сложным Для Перевода И Поэтому Мы Включили Первый Ну Из Третьего По Восьмой И Несколько Сократили Соответственно Очень Немного Но Идя На встречу Соответственно Нашим Коллегам Которые Издатели Которые Соответственно Не понимают Они Считают Что Восьмь Томов Или Семь Считать Никто Не Будет А Один Том Это Распространенная Практика И Соответственно Можно Именно Так Делать Эту Работу Значит Первое Что я хотел Сказать Ну Это Говорилось Я просто Повторю Что понятно Что все Все написанное Здесь Это Следы Практической Работы Которую Мы проделывали За 15 Лет И Понятно Что Она Сделана Благодаря Тому Что мы Практиковали Тот Метод Который Передал Нам Георгий Петрович Собственно Говоря Все наши Практические Действия Все наши Работы Связанные С управлением Большими Техническими Проектами Связаны С тем Что Мы Использовали Соответственно Определенный Инструментарий Соответственно Определенный Метод Который Ну С моей Точки Зрения Сработал Потому Что Все Проекты Которые Мы Делали Ну Они Успешны Следующий Момент Ну Это Как бы Англоговорящая Аудитория Это Понимает Сразу В Отличии От Российской Где Иногда Приходится Это Достаточно Долго Объяснять Там Это Как бы Воспринимается Совершенно Отчетливо И Основанием Еще для Этой Работы Служило То Что По сути Дела Мы же Говорим О управленческом Так бы Как сказать Ответвлении И Мы Называем Методологическая Школа Управления И Управление В мире Существует На Английском Языке На Русском К сожалению Не Существует И Если Соответственно Что-то Хочешь Сказать Ну Я Б Вот К этому Кружочку Большому Вернулся Который Петр Георгиевич Сегодня Обозначал Там Рейтинг Ну В Англоговорящей Традиции Осуществляется Если Соответственно Работы Какого-то Автора Не Представлены На Этом Языке То В Рейтинге Он Не Может Существовать Это Как Б В Б 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 разговаривать управленцы поскольку сейчас все его активно учат вот но как бы наша задача все-таки чтобы русский язык был представлен в в управленческих студиях и мог как бы полноправно разговаривать на этом языке для этого нужно в том числе коммуникация с англоязычной аудитории с тем чтобы англоязычная аудитория понимала то что мы по-русски как бы умеем делать и понимала как бы тот метод которым пользуем который мы используем для того чтобы делать эти работы должен вам сказать что работа достаточно ну крайне сложная была она делалась два этапа сначала мы делали перевод руками российских переводчиков причем очень квалифицированных и мне он казался достаточно красивым и более того мы уже хотели в айпадовскую версию делать английскую в том виде в котором мы его сделали но потом я поехал в лондон поговорил с коллегами поговорил с издателями понял что это абсолютно невозможное действие то есть мы бы просто вот уничтожили всю работу если бы сделали такой шаг потому что для англоговорящей аудитории должен быть современный английский язык понятный и на котором они как бы разговаривают и размышляют а если это будет перевод с русского даже нашими хорошими людьми то это как бы то что аудитория не воспринимет мы начали работать с издательством которое выпускает гарри поттера потому что вот нам нравится эта книга мы читаем вот и соответственно работа переводчиков началась со студий тех девяти статей георгия петровича щедровицкого которые переведены на английский язык раньше были раньше были переведены но с его одобрения с его одобрения с его участием том смысле это собственно говоря составляла основной вокабуляр основную систему понятий которые требуется передать переводчикам для того чтобы они могли грамотно это переводить извините перебью просто может быть некоторые из вас не знают что когда значит группа анатолия рапопорта делала перевод статьи георгия петровича в системных исследований то это выглядит следующим образом наверху английский текст перевода а внизу а подстрочник английскими буквами русский текст полностью дублированы потому что они понимали что не но не полностью можно передать переводом смысл поэтому для тех кто хочет по английский но англичанин прочитать русское слово она поставлена в стык с английским текстом я просто еще раз обращаю внимание на культуру работы культура высокой работы на но я должен сказать что моему удивление на самом деле ожидал значительно более сложной работы с переводческой группы английской но я могу сказать что мне сложнее было работать с переводческой группы российской в том смысле что мне сложнее было передавать систему понятий российским гражданам нежели англичанам потому что те к моему удивлению достаточно хватки и соответственно это ну прочитайте перевод посмотрите сравните это достаточно интересная студия потому что мне пришлось тоже начинать с внимательного изучения всех статей которые переведены георгием петровичем создание вокабуляра со всех осуществления всех этих работ которые для этого необходим еще один момент который мы будем обсуждать в дальнейшем я просто сейчас о нем упомяну собственно говоря одна из задач в том числе этого издания мы с петром георгиевичем где-то год это обсуждаем но я как бы не знал про это про эту таблицу или круг но как бы вопрос о вписывании в какие-то мировые процессы культурные и разумные того что того что здесь делалось и это как бы тоже задача которая должна решаться и таким разумным разумным движением в которой в которой вписывается методология управления как такового является системное движение с нашей точки зрения системное движение вот и соответственно эта книга тоже вот шаг в сторону что в ту в ту сторону чтобы вот это как бы ответвление это часть часть метода работающая на управленческие действия на управление большими техническими системами существовала в рамках мирового системного движения как соответственно полноправный элемент этого движения с предоставлением тех своих наработок методов инструментов которые которые могут там достаточно эффективно использоваться я бы на этом закончил но ты завершаешь эту часть и мы практически сразу переходим к докладам значит коллеги на этом первый фрагмент нашей работы завершён мы переходим к первому калеквиуму значит у нас четыре доклада и собственно докладчик перед вами первый чтобы как это в анекдоте два раза не вставать а значит вы тогда сами регулируйте время на доклады и после каждого доклада будем делать остановки так добрый день у меня немного усложнилась задача позавчера потому что у нас был у нас было еще был один докладчик христианка Виктор Борисович который сегодня не смог быть и поэтому мне пришлось немножко компилировать этот текст и поэтому я и сам про хочет всегда прошу меня направлять нужное русло чтобы меня куда-нибудь не занесло значит тема которая у меня звучало связано с использованием системного подхода в корпоративном управлении дальше был некий подпункт по вопросам стратегирования в частности с использованием опыта моего любимого управленца 20 века уэллча ну я я достаточно коротко этого коснусь начал бы я все таки с того что тема тема первого доклада в нашем коллокууме формулировалась как место МШУ в мировом системном движении и я как бы перепословывал бы вот от того что я говорил сейчас по по этому издательству английскому поскольку соответственно и это издание и та работа которая делается делал делалось по по следам работы которую мы делали с Георгием Петровичем который он передавал нам метод поскольку это методолог ну с моей точки зрения это не что иное как человек практикующий метод и в этом смысле недавно вот семинар или пару дней назад и я говорил о том что методология нужна только властителям бизнесменам бизнесменам ну и людям имеющим собственное дело у меня Богин вчера говорит и педагогам и педагогам я говорю ну и отдельным педагогам Богину например вот поэтому мы готовились к управлению большими арктехническими системами и соответственно этот подход должны были употреблять в собственной работе над над проектом я эти проекты вот они обозначены на этой схеме я к ним еще вернусь это опыт больших проектов в которых в в котором мне доводилось принимать участие либо быть однажды быть руководителем проекта и во всех других быть в той или иной степени активным участником я дальше еще несколько слов об этом скажу а сейчас я хотел бы еще небольшой шажочек назад сделать что что сейчас если брать подходы к управлению большими арктехническими системами в мире вплоть до государств я бы выделил четыре подхода которые практикуются это первый системный второй экономический третий административно силовой и четвертый бандитский называют такой когда без понятий без царя в голове у нас есть примеры исторические таких действий поэтому мы можем вот четыре четыре подхода и но это всегда некий такой коктейль во многих случаях и я берусь утверждать что эффективность управления большими техническими системами зависит от процента системности то есть соответственно если превалирует системный подход в управлении большими техническими системами они как бы управляются достаточно грамотно если доля системного подхода уменьшается или снижается до до нулевой почти отметки то это означает что большая техническая система управляется крайне неэффективно и примеров тоже мы имеем очень много поэтому наша задача по сути дела это этот элемент системности привносить там в тех случаях когда когда нам это удается и как бы передавать эти представления тем командам которые участвуют в такого рода проектах и будут участвовать в дальнейшем ну я хочу напомнить что если отнестись к этой схеме и на опыт больших проектов начинается у меня как вы видите с организационно деятельностных игр я буквально три дня назад читал статью 90 не статью даже это интервью которое было в газете челябинский рабочий опубликовано в 1990 году это был проходила игра по развитию региона этого челябинской области тогда и после после этого журналисты встретили с георгием петровичем я там что-то векал даже вот но он говорил о том зачем этот проект вообще нужен какие задачи он преследует почему он проводит организационно деятельностные игры на что он надеется ну собственно говоря я бы тут перевел этот текст в традиции переводов таким образом что его поставил задачу появление достаточно широкой прослойки управленцев которые культивируют системный подход насколько эта задача выполнена это судить тем кто и как раз он говорил о том что результаты мы увидим через 20-30 лет ну вот сейчас вот вот на этот момент прошло 24 года с того момента что-то сделано что-то наверное не удалось сделать но собственно говоря задача не меняется это задача не меняется она как была им тогда поставлен и реализована потому что конечно от и это реально большой технический проект где георгий петрович ну собственно говоря практиковал этот метод и где мы ну те которые попали в эти сети соответственно в игровой период через организационно деятельностные игры где мы соответственно учились этого хотел еще один тезис обозначить он связан с чем почему все таки такой дефицит и вот эта задача так остро ставилась и георгием петровичем и сейчас она стоит не менее остро потому что по сути дела когда-то я бы так сказал мы шли в ровень с нашими оппонентами или нашими партнерами зарубежными по и в теории управления и в практике управления и и в россии были достаточно мощные школы управленческие ну возьмем например гастевскую и многие другие но они были все уничтожены в тридцатые годы соответственно ну ну все по сути мало кто остался дальше какие-то остатки проработали уже боевых условиях скажем так момент индустриализации появились как бы новые решения появились и продолжились я бы сказал поскольку эти идеи сохранялись работы в области управления в шестидесятых годах вот сегодня уже упоминали о Терещенко по сути дела это была попытка вернуть определенную проваленческую культуру на эту территорию но она тоже достаточно своей точки зрения захлюнулась определенным образом и поэтому этот дефицит в виду определенных исторических условий ситуации которые возникали он как бы сейчас стал достаточно ну очень очень очевидным с одной стороны а с другой стороны там где уже на той стороне эти разработки они технологизированы и я бы сказал что наши что очень многие пользуются именно технологиями мышления которые переведены в определенные системы работ и в этом залог успеха то соответственно с нашей стороны мы только к этому иногда подходим где-то это работает где-то не работает где-то это только начинается где-то говорят о том что вопрос переноса опыта это такой сумасшедший сложный вопрос что надо 400 лет и соответственно пройти тем же путем но это глупость очевидная потому что все это понимают но говорят тем не менее отчетливо поэтому сейчас есть и поэтому для нас в тех размышлениях которые мы сейчас делаем и в тех работах которые мы проводили одни из ключевых моментов связаны конечно с использованием технологии мышления например которые мы спокойно можем отнести лин которую мы спокойно можем отнести стейдж гейт которые мы спокойно можем отнести еще какие-то моменты которые описаны отчуждены которые могут использоваться и в ситуации ситуации как бы понимание этого и определенной системы подготовки выстроены которая позволяет передавать эти знания понимания можно эти вещи внедрять при желании и при соответственно превалирование системного подхода управления над другими которые ну как бы с виду проще но не дают результатов следующий тезис ну теперь я бы перешел еще прокомментировал несколько вот эту табличку эту схему где говорится об опыте больших проектов значит мы начали с ади дальше я бы обозначил проект вот здесь указка что вот это проект тау тау это тольятинская академия управления и ну казалось бы мои товарищи очень много веселились надо мной московские они говорят ну нельзя в тольятти сделать приличное учебное заведение ну че ты смеешься что ли там ну ладно там в москве или в лондоне а в тольятти нельзя вот значит но я я хочу что сказать что тоже сколько коль 24 года это все понравится и сейчас по сути дела просто есть этот ряд людей потому что которые которые с которыми мы работаем с которыми мы работаем их ну довольно много скажем так для такого маленького города в большой стране где-то там у волги значит работа проведена достаточно интересная и для нас это является соответственно материалом в наших проектах во многих из проектов которые здесь дальше обозначены учат участвовали участвуют в услуги этого заведения и мы как бы спокойно их берем не потому что они там учились потому что мы берем их потому что они как бы оснащены теми моментами которые для нас являются необходимыми а поскольку в системах управления мы пользуемся принципом что каждый лишний человек системе управления это враг то соответственно когда мы берем этих людей мы как бы отдаем должное тому что работа в которой мы же участвовали тоже она сделана была неплохо дальше большой проект но здесь он написано как вице-премьер здесь вице-премьер у меня я я у себя его нарисую как белый дом сандра кончат из примеру нравится а ну белый там нет вице-премьеров значит этот это условное конечно название там белый дом но оно описано опять таки в этот проект описан в книгах и я не хочу к нему возвращаться он касался управления инфраструктурами крупными российскими там энергетикой транспортом и прочими вещами и попытками организации чтобы системные работы вот я буду в этом языке говорить по использованию этого подхода в управлении этим такого типа объектом дальше министерство промышленности энергетики идет потом министерство промышленности и торговли и это вот проекты три проекта руководил которыми виктор коричев-христенко они закончились уже все три и мы как бы только можем отслеживать следы той деятельности которая была на предмет ее успешности не успешности на предмет того продолжается ли она управление системной традиции или она как бы переходит в другие способы о которых я говорил а когда трансформация происходит происходит и достаточно серьезные сдвиги в тех объектах которыми управляются тем или иным образом вот ну и также по этим двум остальным вот это три проекта которыми руководил виктор борис дальше проект вот этот оборонпро этим проектом руководил я он тоже закончился год назад и мы соответственно тоже можем его описали можем его анализировать можем смотреть как бы дальнейшую его конструкцию что будет с этим происходить и 12 года мы переходим к новым проектом к новым проектом которые соответственно один проект интеграция который существует сверху второй проект это мшу как таковое потому что я считаю что мшу методологической школы управления имеет еще и собственное движение в том плане что есть как бы собственная система работ которая должна ее подпитывать и делать полезной для тех проектов которые которые я называю и еще один проект это я его называю бизнес агломерация это те бизнесы в управлении которых я участвую и соответственно в том числе и и соответственно где мы собираемся из и сейчас практикуем с нашей точки зрения тот подход который соответственно использовали ранее и ну попробуем сделать его эффективным потому что если это как бы эти проекты будут неэффективными это будет говорить о том как мы эксплуатируем метод значит и еще один кусочек который я хотел бы обозначить можно поставить еще один слайд он будет последний то что не переживайте значит если и тогда мы говорим о новых проектах я просто стараюсь не повторяться и особо не как бы брать куски и и записанных текстов а сейчас концентрировать ваше внимание одну на тех размышлениях которые у нас есть то есть когда мы культивируем системный подход к например в корпоративном управлении я бы хотел как это там достаточно тривиально конечно для присутствующих но обозначить три ключевых процесса на которых мы обращаем внимание и даже дать не по каждому некоторые характеристики это процессы развития функционирования захоронения этого достаточно чтобы ухватывать объект управления и чтобы организовывать соответственно такой формы мысли чтобы организовывать работу соответствующим образом при этом если мы берем казалось бы достаточно тривиальное утверждение но оно к сожалению не всегда воспринимается о том что любая техническая система может жить если она имеет механизм развития механизм развития здесь двумя ключевыми позициями является стратегирование и система подготовки персонала потому что собственно говоря если если стратегирование не сопряжено с системой подготовки вот то что у волча было как корпоративный университет то что у меня как корпоративный университет то что было у многих других менеджеров немножко называлась по-другому но это как бы смысл происходящий я потом коснусь несколько понятия стратегии поскольку с моей точки зрения сейчас одна из основных из ключевых ошибок которые происходят оно связано с неправильным пониманием что это такое следующий процесс функционирования но базовый любимый хотя любимый у меня процесс захоронения но вот этот вот процесс функционирования он он базируется прежде всего сейчас на технологиях мышления на тех которые уже описаны в формах определенных формах линв формах стейдж гейтс формах сервисных схемах определенных которые и как бы в управлением жизненным циклом вот такие то что мы с тобой знали когда-то по вот и вот это как бы базовая базовый момент на котором жиждится этот процесс и в этом смысле управленческая деятельность ну с моей точки зрения она должна быть стандартизирована на 90 процентов в ней нет ничего сверхъестественного на 90 процентов все должно быть абсолютно четко и жестко и в коммерческой деятельности бюджетирование на 99 процентов и в других остальных а дальше вот есть этот гэп небольшой который соответственно собственно говоря и позволяет там развивать двигать вперед делать все эти шаги но появляется только в том случае когда технологизация мышления управленца доведена до определенного процента и процесс захоронения он такой я уже принцип обозначил он самый сложный поскольку в этом плане очень тяжело как вы знаете это делать но в системе управления особенно каждый лишний каждый лишний человек есть как бы враг системы управления и в этом плане ее надо рационализировать надо лишнее выбирать надо надо вовремя очищаться потому что это как бы вот это загрязнение оно как бы постоянно происходит это загрязнение на многие компании просто уничтожает и последний кусочек очень небольшой я бы хотел сказать несколько слов о стратегировании вот вернувшись в этот первый к первому процессу а ну это да вот можно это написать вот я просто этот текст я буду просил я его зачитаю потому что для меня это как вот очень наш многие люди в большинстве своем известные академики консультанты склонны говорить о стратегии как о высоко интеллектуальной научной методологии мы с ним мы с ними из разных школ мышления стратегия это живущая дышащая крайне динамичная игра она веселая и быстрая и она была энергии забудьте про скрупулезное изучение цифр и пережевывания массивов информации о необходимости чего вам твердят гуру если хотите получить правильную стратегию забудьте сценарное планирование многолетние исследования и сотни страниц отчетов они съедают много времени и денег более того они просто не нужны вам в реальной жизни стратегия очень прямолинейна вы выбираете ключевое направление и двигаетесь по нему во что бы то ни стало при этом как бы этот текст это не не текст который сводит управление большими аркотехническими системами к упрощению как вы понимаете он как бы он требует системности и он как бы требует вот это этой живой деятельности но при этом есть два аспекта которые необходимо подчеркнуть почему я объясню на этом концентрируясь вот я люблю очень это высказание долго учил слово стратегия это эманация духа стратега то есть если есть стратег есть стратегия нет стратега стратегии быть не может и как георгий петрович говорил так что выдавливать как из тюбика из себя определенные вещи вот стратег как из тюбика из себя выдавливает те целевые установки которые со которым он следует и которые организует при этом сейчас как бы есть тенденция о том чтобы ну как бы что-то технологизировать стратегии но это в плохом смысле этого слова и делать их ну просто по каждому поводу и в больших объемах и делать их соответственно подобными друг другу вот стратегия это каждый раз разное стратегия каждый раз это зэ а не э это всегда абсолютно и в этом плане мы как раз описывали этот опыт свой своей работы над стратегиями говоря о том что она каждая стратегия индивидуальна каждая стратегия имеет носителя и каждая стратегия вот ну четко по велчу обозначается и действует и в этом случае ситуация когда консультанты разрабатывают там десятки стратегий типовых для для всех то соответственно это это ошибка как минимум во вторых это просто это как бы работа которая идет ну во вред ну и еще не могу этот финал который который мне очень нравится поскольку уэлч достаточно грамотный с моей точки зрения управленец я еще раз повторяю что один из лучших в мире по моим представлениям и поэтому еще один еще один кусочек который возможно кажется в экономическом подходе но на самом деле это вот и есть как бы своего рода квинтэссенция системного подхода при управлении корпорацией вот Волч пишет наконец остается денежный поток который ценен только потому что он просто не может врать все наши остальные показатели прибыли убытков вроде чистой прибыли в известной степени искусственные они прошли через бухгалтерские процедуры которые полны допущений но чистый денежный поток говорит вам правду о состоянии бизнеса он дает вам ощущение вашей свободы к маневру можете ли вы вернуть деньги акционерам выплачивать долг занять чтобы расти быстрее или комбинировать любые из этих опций денежный поток помогает вам понимать и контролировать вашу судьбу замечательная мысль которая с моей точки зрения полностью ложится в тот системный подход в управлении корпорациями которая это одна из это тоже кстати один из ключевых постулатов непонимание которого не позволяет эффективно управлять ни одной из действующих систем спасибо коллеги вопросы да прошу вас и подходите к микрофонам вижу представляйтесь нет а что надо сделать чтобы работала кто знает андрей каплеев министерство экономического развития правовой департамент у меня вопрос скажите пожалуйста можем ли мы считать евразийский экономический союз продуктом наследия смд методологии и какое его место в мировом разделении труда вы не можете считать евразийский экономический союз наследием смд методологии бессмысленно сказать спасибо еще прошу владимир маркович руководит руководит этим не это это вопрос был заготовлен для доклада христенко христенко не пришел он достался тебе я просто руководил но вопрос же должен быть задан это же поручение минэкономразвития руководит сейчас этой комиссии человек который надо включить кнопочку на них на всех есть какие-то причиндалы для включения ищите щупайте его вот крутите найдете все есть значит надо было в нас его метнуть чего что я так говори 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 Вадим говори нет в него говори слышно да говори хорошо у меня вот какой вопрос я думал что мне сейчас расскажут в чем особенность системного подхода связанного с управлением но то что вы рассказывали это скорее больше какие-то реминисценции теории деятельности или что-то другого то есть правильно ли я понял что если говорить о специфике системного подхода в данном случае то это есть скорее реализация теоретико деятельностных представлений и методологических представлений и в этом смысле никаких таких особенностей системного подхода здесь нету кроме вот этих предметных синтезов я просто еще напоминаю что Георгий Петрович говорил нам нужен системный подход но в рамках методологии и теории деятельности так вот в данном случае все таки в чем же особенность системного подхода в управлении если можно это сказать ну вы правильно сказали особенность системного подхода здесь в том что он используется системный подход в управлении то есть используются те средства те категории которые которые в рамках него нам передаются и все больше ничего другой вопрос что могут возникать такие ситуации видимо когда некоторый определенный недостаток инструментария может появиться но это достаточно редкие редкие конструкции вот того наследия которое которое нам дали просто его надо поддерживать и рефлектировать все время те действия которые ты осуществляешь используя те или иные инструменты и в этом собственно говоря и есть пожалуйста ваш вопрос у вас есть возможность высказаться потом Александр Фомин университет по землеустройству государственным но я хотел бы начать с презентации если можно потому что происходило это из одних рук как говорится вы знаете Петр Георгиевич сказал что про недостаток нашей культуры но когда в презентации допускается ошибка я думаю многие заметили написано было не монография а монграфия хотя в английском тексте было правильно вы извините за такую дотошность но тем не менее мне кажется выходя на широкую публику надо как-то внимательно к этому относиться спасибо исправим вопрос непосредственно уже теоретический вы знаете есть определенные проблемы восприятия термина управления у англоязычных и у русских для англоязычных однозначно менеджмент для нас слово управление и менеджмент все-таки носят разный смысл может в этом есть разница понимания некоторых наших российских текстов которые мы переводим на английский с вашей точки зрения все-таки как вы воспринимаете дело в том что наверное совершенно верно Георгий Петрович воспринимал классический в мировом смысле управление как менеджмент но для нас управление это более упрощенная функция чем менеджмент ваша точка зрения на два этих термина и как они сочетаются в русском и в английском Вы знаете это был один из предметов нашего подробного обсуждения при переводе потому что мы целый ряд слов менеджмент стерен ранен и так дальше смотрели за каждым за каждым какие-то свои определенные понятия мы пользуемся понятием управления которое собственно говоря мы обсуждали в рамках и арк деятельностных игр и работ и оно оно как бы оно не я бы не сказал что оно тождественно менеджмент оно то которое которое есть и там целый ряд английских слов которые ту или иную нагрузку несут и в тот или иной в тот или иной момент в том или ином контексте используется поэтому как бы термин управления позволяет употреблять как минимум или это понятие использовать как минимум 3-4-5 формулировок которые в англоговорящей традиции говорят используется и это понимается всеми достаточно спокойно да прошу вас представляйтесь Виктор Добрый Российская Академия наук скажите пожалуйста совпадает ли ваша позиция с иностранными оппонентами как вы сказали в вопросе прямолинейности как вы завершили свой доклад направление движения к цели поскольку цель есть мишень для стрельбы человечество прожило в основном свое время в войнах и поэтому стратегия и системный подход это вот именно это совпадает ли это позиции ваши наших управленцев с иностранными оппонентами совпадает спасибо пожалуйста ваш вопрос Григорий Чепновский вот не могли ли вы на конкретном отечественном примере разъяснить что это такая забожественная субстанция стратег от которого и зависят стратеги например Ходорковский это стратег конечно ну но сел в тюрьму это стратегическое его замысел был в этом нет я думаю что он допустил ряд ошибок спасибо а Христенко это стратег с моей точки зрения да спасибо и второй вопрос касающийся потоков ну любой поток денежный это бухгалтерские проводки сколь бы они не были с допущениями да вдруг внезапно олимпиада удвоилась вот не можете ли мне пояснить это полушуточная вещь но и серьезная поскольку практичная что-нибудь прокомментировать в этом плане можете что не совсем наверное точно но для вас личность которую вы назвали спасибо вы растрачиваете наше время вопрос понятен спасибо вопрос понятен удвоение утроения происходит тогда когда не контролируется денежный поток спасибо когда не употребляется управленческие инструменты тогда тогда утраиваются учетверяются ну или еще для каких-то целей я не знаю извините фьюрии общественное движение будущей россии вот у вас на плакате написано управлять можно только развитием вот как вы понимаете вообще слово развитие вот предприменительно к стране к региону к человеку само понятие развития спасибо то вы знаете я бы не пускался сейчас вот эти мы это обсуждаем вот я люблю очень схему шага развития вот я так его понимаю объект взял подумал о нем построил модель к которому он должен прийти сделал систему работ которая позволяет к нему прийти учел естественные процессы которые и плюс потом отрефлектировал дважды один раз по поводу того как соответственно в текущем режиме идет работа то есть это перманентная рефлексия а второй раз по поводу средств которые употреблялись вот это развитие значит я просто может быть некоторым из вопрошающих значит смотрите из каких допущений исходят организаторы они исходят из двух понятно что для нашей отечественной культуры ложных но для нас ну рамочных допущений первое что люди которые приходят на чтение Георгия Петровича читали Георгия Петровича я даже допускаю что они пролистали вот подожди подожди это я второе что хотел сказать и так значит коллеги вот это очень важно да что человек который идет на чтение Георгия Петровича он хотя бы одну статью или вот как моя так сказать внучка вчера докладывала там одну строчку прочитала тот кто не читал ничего лучше им сюда не ходить коллеги ну есть другое чем заняться 23 февраля можно выпить за значит защитников отечества это с большей пользой для всех произойдет теперь а значит докладчик он еще исходит из одной гипотезы что хотя бы один из томов в этих семи в семитомнике да о презентированном на прошлых девятнадцатых чтениях тот кто задает ему вопрос прочитал поэтому у меня огромная просьба берегите свое и чужое время не задавайте бессмысленных вопросов не что не не а не а не а И не трогайте. Ручками туда-сюда не надо делать. Козьмин Алексей, Томский, Госуниверситет. Для меня стратегирование связано с системным подходом, а системный подход связан с аналитикой. Те цитаты, которые вы приводили, вроде как говорят о том, что стратегирование это интуитивный процесс, соответственно, как бы мало связано с системным подходом. Не могли бы вы прояснить здесь ситуацию, интуитивный или логический системный? Стратегирование это, в данном случае, есть системный подход практически. Конечно, связано с этим. Интуитивно, интуицию никто не отменяет. Интуицию никто не отменяет, инсайт, какое-то озарение, волю, все что угодно. Но сама по себе стратегия делается инструментами системного подхода. Точно так же рисуются объекты, точно так же процессуальные представления выделяются. Точно так же. Я предполагаю, что стратегом может быть только человек, культивирующий системный подход. Вот для меня. В хорошем смысле этого слова. Поэтому это как раз то самое. Спасибо. И ваш крайний тогда вопрос. Юрий Пахомов, консалтинг-центр ШАГ. У меня некоторые трудности возникли с пониманием, почему висит вот этот последний слайд. А можно ли так понять, что рассмотрение денежного потока как существенные характеристики бизнеса, в отличие от других экономических показателей, как несущественных, это существенная сторона системного подхода применительным бизнесом? Существенная сторона системного подхода – это уметь выделять ключевые вещи, на которых нужно концентрировать внимание и четко понимать, что от того, как они выстраиваются, зависит очень многое. Только я бы добавил один нюанс. Выделять ключевые вещи на том уровне управления, ну или на том уровне системы, на котором вы находитесь. Поэтому, понимаете, проблема заключается в том, что если вы не занимаете ответственного места в системе управления, вы ничего Реуса спросить не можете. Все ваши вопросы можно засунуть в одно место сразу. Не, но вопрос правильный. Вопрос правильный. Не, вопрос правильный, но... Вопрос правильный. Потому что, я бы здесь еще подчеркнул одну вещь. Потому что слово стратегирование, многие говорят с таким придыханием, что вот это вот что-то такое, непонятно, божественное какое-то... Но в стратегировании есть совершенно четкие технологические требования. Вот к стратегии есть четкие технологические требования. Это, казалось бы, на первый взгляд противоречит тому, что я прочитал про Уэлш. Которые можно осуществлять, только занимая позицию, позволяющую распоряжаться ресурсом. Конечно, конечно. Поэтому, если у вас нет позиции, в которой вы можете концентрировать ресурс и направлять его на ставки, делать ставки этим ресурсам, то нечего болтать про это. Не занимайтесь стратегией. Да. Нечего про это болтать. Стратегией заниматься не надо, если вы не можете... Поэтому, когда Томский... Что там, Козьмина, я прослушал. Томский... Что? Во! Вот Томскому гостю университету не надо болтать про стратегию. Потому что у них нет ресурса. И это, говорит Реус, первый принцип системного подхода. В общем, Богин же делает стратегию. Не-не-не, подожди, подожди. И они могут делать стратегию. У них есть свой ресурс. Нет, Богин как первое лицо. Нет, подожди, подожди. Но, значит, в существующей системе управления образованием он не может делать стратегию. Потому что у него нет никакого ресурса, кроме него самого и трех его, так сказать, соратников. Вот этим ресурсом, да, он может распоряжаться. Поэтому, так сказать, у него эти четыре человека, они 24 часа в день вкалывают. Потому что они всем, ну, только собой могут заткнуть те дырки, которые, значит, возникают в его системе управления благодаря действиям внешних сил. Коллеги, я хочу обратить внимание еще вот, еще раз вернуться к одному тезису. Я услышал его, у меня есть кассета с записью текста Георгия Петровича. И я недавно ее посмотрел, и он говорит, методология нужна только власть имущим. Я долго, я сначала так опешил. Вот, потом подумал и понял, что право Георгий Петрович. Ну, он, правда, добавлял еще одну, я не буду с учетом внешних обстоятельств цитировать полностью фразу. Да, пожалуйста, вы хотели что-то сообщить нам, да? Можно, можно, следующий, да? Да? Благодарю за слово. Хотел отнестись к карте, к которой так много места выделено на нашем мероприятии. Карту составляли не люди, соответственно, это простой алгоритм, в этом смысле призываю всех, кто владеет английским и Википедией, вот, сейчас добавить хотя бы одну статью о Георгии Петровиче или ссылку на его статью, вот, потому что карта построится по простому алгоритму, она берет ссылки со всех указаний на любого, там, независимо от национальности и языка человека и указывает, и смотрит, где еще на него ссылались. Я нашел 7 сейчас всего лишь статьи англоязычных по Щедровицкому, конечно, этого недостаточно, чтобы пасть. Спасибо, но я вам хочу сообщить две пренеприятнейшие вещи. Первое. Мы живем в стране, где не принято ссылаться. Не принято, да? Вот эта традиция, которая существовала в России до революции 17-го года, она была уничтожена. В некоторых научных школах сохраняется эта культура. Ну, это в основном, естественно, научный, физико-мотивация, в гуманитарной сфере это не принято делать. Более того, я вам могу привести десятки примеров, когда люди приносят диссертации со ссылками на Щедровицкого и им говорят, ссылки вычеркните, тогда у вас есть шанс защититься. И это, опять же, продукт определенной культуры. Поэтому, да, вы формально, безусловно, правы, и спасибо вам за, так сказать, подсказку такую. Но она имеет и свою нематематически-формальную сторону. Вадим Маркович. Можно, на секунду, Вадим Маркович? Пол-слова. Я просто, ну, поскольку я презентовал книжку, и чтобы мне все время хочется, чтобы кто-то ее полистал, то, что касается сносок, вот посмотрите восьмитомник и посмотрите, однотомник английский, и посмотрите разницу в сносках, нам они всю голову гадой забили с этими сносками. Откуда кто, что, где, как. Это мы как бы часами с ними разговаривали по поводу того, кому это принадлежит, эта мысль, кому эта мысль, откуда. И если вы ее откроете, вот этих сносок, вот их куча совершенно. Да, спасибо, но я просто буду теперь матерно ругаться по этому поводу несколько раз в течение сегодня. Это такие, я хочу сразу всех предупредить, это такие воспитательные чтения будут. Двадцатые будут воспитательные. Да, пожалуйста, Вадим Маркович. Ну, меня, конечно, не удовлетворил ответ, но вот в связи с этим я хочу предложить подумать над двумя альтернативами. Первая альтернатива. Должны ли мы иметь дело с системным подходом, языком, соответственно, автономным, или системный подход язык всегда сопровождается еще предметными языками синтеза, ну, например, теоретико-деятельностным или методологическим. Потому что Георгий Петрович как раз именно этот момент подчеркивал. Он говорил, что системный подход имеет смысл для нас в рамках методологии и теории деятельности. А это задает очень серьезные требования. Это первая альтернатива. Вторая альтернатива. Имеем ли мы дело с системным подходом вообще, как у вас это звучало, как будто бы существует в мире какой-то единый системный подход и какой-то единый системный язык. Хотя просто известно, что эти системные подходы очень разные, а уж системных языков вообще очень много и с разными операциональными возможностями. Это вот такой момент. И в связи с этим, опять же, возникает вопрос, а что, вот когда мы говорим об управлении, это опять же единое представление об управлении, общемировое, годящееся и для нашей страны, или для каждого, по сути дела, определенного региона или для какой-то ситуации будет своя система понятий в управлении. И в этом смысле нельзя обсуждать, например, российское управление так же, как оно обсуждается на Западе. Вот эти две альтернативы очень важны, на мой взгляд. Если мы на них не ответим, то, по сути дела, отчасти это пустой разговор. Спасибо. Ещё какие? Да, прошу вас. Андрей Каплеев. Евразийский экономический союз является продуктом СМД методологии. И ретроспективно, потому что, если бы методология СМД состоялась, и Георгий Петрович был с нами немножко дольше, то СССР бы не развалился. И перспективно, потому что, если Виктор Борисович Христенко, и вы проявите должную настойчивость, то Евразес состоится. Евразийский экономический союз. И у него будет своё место в разделении труда. И, собственно, я хотел сказать просто, что это не бессмыслица, и экспроприация этого продукта идёт полным ходом. И мы его теряем. Спасибо. Ещё какие суждения? Да, прошу вас. Я хотел отнестись к сравнению с Велчем, поскольку мы, работая на корпоративных программах и обсуждая вопросы управления развитием, часто этот пример приводим. Действительно, Велч как некий образец управленца развития. Человек, который сумел перестроить организацию, вполне успешно до него. Второй пример, который мы приводим, это Джобс, ну, из таких последних. И в этом смысле на этих кейсах показываем, как управление развитием осуществляется. Действительно, там много найти можно общего и иллюстрировать теорию Георгия Петровича на этих кейсах. Есть один момент, на который я хотел указать. Мы о нем разговариваем с нашими западными коллегами, профессорами, преподавателями бизнес-школ, так сказать, мировых, да, где они считают интересную точку в различии понимания управления. Это точка в понимании самой позиции фигуры управленца. У них, в конце концов, развитие или управление развитием завязывается вот на этого лидера с его психологическими особенностями и способностью, так сказать, вложить волю и перевернуть организацию. А когда мы разговариваем о линии, которую Георгий Петрович тянул, вроде бы у него есть ход и, так сказать, направление размышления на создание внутреннего механизма развития. И стратегом является не столько персона, сколько такая коллективная машина развития, которая строится и способна осуществлять мышление, соответственно, способна осуществлять развитие. Вот это вот построение такого коллективного стратегии или формата стратегирования, это та точка, в которой их интересует, они хотят с этим разбираться, и мы в этом смысле по поводу этого ведем с ними дискуссию. Будешь? Ну ладно. Так, есть еще замечание суждения? Два слова я скажу тогда, Александр Прокофьевич следующее. Да, ну давай тогда сначала по-другому, я тогда скажу, значит, коллеги. Я все-таки предложил бы вот той части, которая читала Георгия Петровича, пользоваться, ну, некоторыми базовыми схемами. Потому что вот на схеме шага развития не очень понятно, как будет звучать ваше замечание. Но вот еще раз, не очень понятно, как на схеме шага развития, которая, в том числе и для докладчика, как он сам признался, отвечая на предыдущий, там, один из вопросов, является базовой для мыслительного представления развития или понятия развития, да? Как на нем существует вот это вот демиурдическое начало, связанное с волей, субъектностью, лидерством и так далее. И в какой степени на этой схеме выражены те моменты, там, механизмов мышления и деятельности, о которых сказали вы. Да? Существуют разные трактовки. Одна из этих трактовок заключается в том, что Георгий Петрович в этой схеме хотел выразить именно первый смысл. Именно первый смысл. А именно смысл, связанный с волей и действием. И личностным началом. Понимаете? И если мы пытаемся убрать его и свести к предметно-деятельностным трактовкам, в смысле Розина, то может оказаться так, что эта схема уже не релевантна. Надо пользоваться какими-то другими схемами. Ну, скажем, такими, как описывались в педагогике и логике, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это другое понятие или другая сторона понятия развития. Поэтому, честно, вот ваше замечание не очень понятно. А что касается замечания Розина, то я бы предложил рассмотреть три разных этапа в трактовке системных представлений. Потому что на первом этапе, так называемая первая категория системы, это, конечно же, ну, такой достаточно традиционный, я бы сказал, структурный, да, или системно-структурный подход. Элементы, связи, там, бла-бла-бла. В общем, жвачка, которую 90% так называемых системщиков жуют до сих пор. Я не говорю, что это неправильно. Я когда говорю, что жуешь жвачку, это хороший процесс, потому что, когда жуешь жвачку, меньше говоришь. Теперь. Теперь второй, как бы, момент. Это так называемая вторая категория системы, которая, безусловно, принадлежит уже системы деятельностной трактовки. Это уже этап системы деятельностных представлений. И нельзя проделывать системную работу по второй категории системы, не заняв позицию, и не соотнеся эту позицию с логикой системного разложения. Ну, например, выделить базовый процесс. Вот Реус на этом не акцентировал внимание, но три процесса. Вот он сказал, достаточно трех процессов. Процесс развития соотнесен с определенного уровня системы управления. Не занимаешь позицию в системе управления на этом уровне, не болтай про развитие. Любое полагание объекта, категории, еще чего-то, соотнесено с позиционированием. И это, ну, скажем, в наших западных аналогах, да, или аналогах системы подхода выражено в понятии стейкхолдеров. Да, вот какую позицию ты занимаешь в системе, где ты позиционируешься, с какой точки зрения ты смотришь на систему. Пока ты это не положил, невозможно заниматься дальнейшим применением системного подхода. Вот. Дальше, с моей точки зрения, был еще один шаг развития системных представлений у Георгия Петровича, но, поскольку не я делаю доклад, то мы об этом не говорим. Но даже в этом плане вопрос о предметности будет зависеть от позиционирования. Нельзя, по-моему, в абсолютном плане вот, как бы, отвечать на этот вопрос. Вопрос правильный, безусловно, да, но надо здесь самоопределяться. Я прошу прощения за эту интервенцию. Я просто очень коротко хочу, чтобы дальше перепасывать к саму Браковичу. Значит, первый момент, первый момент, вот вот этого спора между того, как бы, между тем, там, личностью или машиной, его не существует. Это это бессмысленный спор, коллеги. Надо просто понять одну простую вещь. Без энергетики, воли и личности нет никакой деятельности и быть не может. Потому что это есть двигатель. И если, и поэтому я и говорю, что если нет стратега, нету никакой стратегии. Какая машина? Ну, что хотите вы туда нарисуйте ему, если это не его? То есть никто, и схема развития, она, как бы, не исключает ни волю, ни энергию, ни личность. Она, как бы, она имплантирована туда, потому что это, как бы, есть база для того, чтобы что-то осуществлять. Поэтому не надо спорить с этим. Смысла никакого нет. Но любой волевой или активный, если он, как бы, не имеет определенных форм, если он не понимает, что это машинная форма организации, он не может это ничего делать. Хотя книги, которые они пишут, великие, но они пишут их о себе. И все книги, если их посмотреть, они, как бы, с акцентом на личность. С акцентом, что вот это, вот, как бы, вот эта личность вот так вот все изобразила. Но эта личность, каждая из них, она очень внимательно следит за всем происходящим и пользуется всем инструментарием, всеми технологиями, всеми машинными или человекомашинными формами, которые существуют. Но когда они пишут книги, зачем об этом писать? Они пишут о том, что пришел, увидел и все. Поэтому, что вы спорите-то? Я не могу понять, в чем ожесточенность. А вопросы, Владимир Владимирович, мы сейчас еще будем их касаться дальше, ладно? Потому что они, как бы, существуют. Спасибо, Александр Прокович. Вот, тема моего сообщения долго обсуждалась, менялась, но пока чуть-чуть так, как технологиями. Мышления в рамках System Movement. И я начну с требования, которые сейчас сформулировал Петр Георгиевич, какая у меня здесь позиция. Вот я раньше называл себя архивариусом или библиотекарем в рамках команды методологической школы управления. Но вот позавчера мы семинарили там верхушкой, головкой этой школы. И появилось другое видение, на мой взгляд, более точное. Я заведующий оружейной комнатой. Андрей Георгиевич командир. И вот, когда командир решает предпринять то или иное действие в соответствии с его стратегией или по какой-то из технологий мышления, он, значит, обращается к этому заведующему оружейной комнаты. Что там есть? Соответствующие пулеметы, гранатометы или формы системного мышления. И я должен на это отвечать. Поэтому вот его выступление, оно было таким командирским, а мое будет в большей мере вот исследовательским. Я вот попробую ответить на замечание, которое делал Владимир Маркович. Я эту исследовательскую позицию ненавижу, конечно, считаю ее занудной, но при этом понимаю, что кто-то же должен в конечном счете эту функцию тоже выполнять, поэтому вот там, где я буду сравнивать ГП Иаков, а неминуемо придется этим заниматься. Это был первый кусочек. Второй. Чтение памяти ГП Щедровицкого. И как я понимаю вот программу этого мероприятия, что здесь должно происходить? Здесь как-то надо вспоминать о нем, о нашем учителе, о том, что он оставил, что он сделал, но в меньшей мере, а в большей мере обсуждать то, чем мы пользуемся из того, что было оставлено и как мы этим пользуемся. Понятно, что когда шли все эти разработки, в далекие времена ситуация была одна, у нас ситуация совершенно другая, и поэтому очень многие слова, которыми мы пользуемся, понятия и термины, естественно, сильно отличаются, уже сильный апгрейд апгрейд имеет место здесь. В этом плане вот технологии мышления. Первый слайдик у меня, я буду идти по слайдам. Мне очень нравится вот эта схема. Ее нарисовал Георгий Петрович где-то в 1988 году в Тольятти, да, вот Слава Волков был организатором этой игры, он где-то тут в зале присутствует, в Подснежнике, а когда это было, Слав, не помнишь? Нету его. 1989 год, да? Вот он присутствовал на игре, не, не, это была работа с НТЦ ВАЗа, научно-технический центр ВАЗа, как раз после того, как Горбачев пообещал ВАЗу дать там миллиард рублей, чтобы ВАЗ стал General Motors. И вот собрались сотрудники НТЦ и обсуждали технологии. При этом они фиксировали, что на ВАЗе технологий нету. Вернее, они есть, но это технологии, которые привезли итальянцы и французы, а местные в этом ни хрена не понимают и делать с ними ничего не могут. Ну вот такая была констатация. И вот он вышел, нарисовал эту схему. Значит, линия черным показана, которую человечество с давних пор развивает, создавая разные машины, автоматы и технологии, которые должны эту деятельность усиливать. А вот 1961 год, это я уже поставил, появилась статья ГП в известиях технологии мышления. Я вот проводил, ну как сказать, мониторинг, естественно, пользуясь уже всякими сейчас гуглами и так далее, и вот не нашел упоминаний ранее этой статьи ГП в известиях такого слова сочетания технологии мышления. может кто-то найдет, будет очень занятно познакомиться с этой находкой. Ну вот, по-видимому, здесь ему принадлежит приоритет. Было сказано о технологиях мышления и даже подробно мы все время пользуемся этой формулировкой, что это такое, зачем это нужно. Кто хочет, зайдите в сеть, посмотрите эту статью, на сайте фонда она есть. Итак, значит, этим слайдом я бы хотел сказать следующее, что приоритет в обсуждении технологий мышления принадлежит Георгию Петровичу Щедровицкому и ММК. И мы как бы следуем дальше в этом русле, в этих обсуждениях. Вот для меня тоже очень важный слайд. Значит, поскольку время идет, это все к памяти пока относится, и наследие ММК начинают обсуждать философы, пытаются его как-то приватизировать, там, освоить и так далее, ученые, вон там из МЭРТа человек выступает и говорит, что ЕЭК это есть как бы следствие СМД-методологии. Да нет, конечно, поскольку в МЭРТе, во-первых, никакой стратегии там нету, ни одного стратега, они все экономисты и бухгалтера, что-то там считают, непонятно зачем. Я выделил вот эту картинку, эту схему, она нарисована по словам ГП на одной из игр, ссылка у меня есть, он как бы образ привел, лес, деревья, вот три дерева стоят, инженерия, философия, наука, стволы такие, и у этих деревьев есть корневая система, которая пересекается, то есть очень многие источники этих деревьев, из которых они черпают жизненную силу, общие, а есть кроны, и вот кроны тоже переплетаются между собой, там, на уровне веток, листьев, там, как джунглях, да, и в этом плане Георгий Петрович относил методологию все же вот к этому стволу, к инженерии, и, кстати, мы провели на эту тему, ну, наверное, с десяток игр, в Тольятти, в Ульяновске и в других местах, методология, есть инженерия, я твердо на этом стою, а линия, которую вот наша команда развивает, та, которая называется методологическая школа управления, вот ее командир и лидер Андрей Георгиевич, я красненькими ее выделил, она как бы разворачивается от инженерии, в этом плане, когда я схематизацией занимался, начал еще давно, меня Попов так обозначил, рассказал, Зинченко, ты занимаешься инженерией и схем, ты понял? Я сказал, да, Сергей Валентинович, понял, буду дальше этим заниматься, вот это наша как бы линия, при этом, что мне тут очень еще важно, вот если я хочу заниматься технологией, я должен четко понимать, что работа технологизации принадлежит сфере инженерии, а одни вот не философии, философы ни хрена не технологизировали и не могут этого сделать в принципе, и ученые точно так же, ученые занимаются предметизацией, или созданием вокруг определенной схемы идеального объекта сообщества, которое эту схему идеального объекта эксплуатирует до смерти, передает аспирантам, ученикам, и те продолжают ее эксплуатировать дальше, и крутят на этой схеме идеального объекта, мечет, как любил говорить Георгий Петрович, знания, которые тут же отправляются в мусорные корзинки, в этом плане инженеры, кто такие? это те, кто создает новое, изделия, мысли, и прекрасная книжка одного канадца о том, что такое инженерия, сейчас забыл его фамилию, начинается с того, как работает инженер, инженер начинает свою работу с того, что он должен на схеме изобразить то, что он бы хотел получить, будет это трактор, компьютер, или это будет, вот теперь я возвращаюсь к моей теме, или это будет технология мышления, нужна схема, поэтому одно из под названием моего сообщения именно таким и было, технологии мышления, в скобочках, схематизация и системы могут, поскольку схемы это и есть материал-носитель, на котором только и могут жить вот эти самые технологии мышления. Вот два тезиса я проговорил, в принципе, я ведь не лекцию читаю, а веду такой полемический разговор, можно мне вопросы задавать? Если нет вопросов, я перейду к третьему пункту про Акофа, собственно. Вопросов пока нет. Почему, значит, мы сравнивать, я, да, подрядился сравнивать Акофа и ГП Щедровицка? Ну, во-первых, я этой темой занимаюсь очень давно. Все книжки Акофа прочитал, они стоят у меня на полке. И в 2009 году делал уже здесь сообщения на чтениях, правда, тема там была чуть шире, там называлось сравнение методологии Акофа, ГП Щедровицкого и Toyota Production System. Это был 2009 год, когда мы пришли в оборонпром, и там, значит, вот с подачи командира Андрея Георгиевича Риоса внедрялся ЛИН. ЛИН это и есть Toyota Production System, производственная система Toyota. Я был в это погружен, занимался организацией соответствующих мероприятий и понял, что эти японцы, сволочи, они, все, что нарабатывали здесь, Богданов, Малиновский и другие методологи, в том числе и ГП Щедровицкий с его играми, они все туда, в эту Toyota Production System вставили, и там у них есть 14 глав соответствующих, но я думаю, все уже должны слышать об этом, да, я бы, следуя заветам Петра Георгиевича, сказал, что тот, кто не прочитал про другие технологии мышления, например, Toyota Production System, не должен приходить на чтение, посвященное, значит, технологию... Постепенно будем вводить иллюстрацию по этим словам. Ну почему? Поскольку японцы, они как бы взяли и материали, материализовали эти схемы и перевели их в нормативные предписания, технологические карты для организации работы рабочих, квалифицированных на их рабочих местах. То есть, они опустили эти высокие формы системного мышления до рабочего места, где, значит, у станка или у верстака и в том числе и рабочих, поскольку операции прописывает инженер, но выполняет их рабочий. А после смены рабочий идет в кружок качества и должен анализировать, как он выполнял эти операции и как бы он мог их там чуть-чуть усовершенствовать. Кайдзен непрерывное совершенство. Но сейчас я взял Акова и Щедровинского, поскольку все-таки Toyota это что? Они же занимаются тем же самым, что и мы. Они употребляют эти разработки, которые делали мы, американцы в свое время. А вот Аков и ГП, они были лидерами. Значит, Аков в англоязычной традиции, он был профессором Уортонской школы бизнеса, самой крутой во всех рейтингах, написал кучу книг. И я, значит, много из них читал, но выделил здесь всего несколько книг Акова, вот четыре, и попробовал привести в соответствие к тем идеям, которые в этих книгах были высказаны. Те идеи, которые разрабатывались примерно в то же время, вот нельзя сказать, что совершенно точно, в ММК. Конечно, у меня был вопрос, как с Акалом, читал ли Георгий Петрович эти книги Акова, брал ли он там что-то оттуда. Но сам я от него неоднократно слышал ссылки, и, например, его любимая ссылка, когда его спрашивали, а что такое системный подход? Он говорил, ну, что такое системный подход? Это когда у вас есть система. А что такое система? Система – это то воспроизведение ИГП, что находится на расстоянии вашей вытянутой руки. Поэтому, когда мы говорим, что стратег – это только тот, у кого есть соответствующий ресурс, то можно сказать, вот ареал этого его ресурса, на который он может распространить, вытянуть свою руку и свое мышление туда распространить, это и есть его система. Есть о целеустремленных системах, совместная работа с Акофом, это деятельностный подход. Посмотрите, это все есть на интернете, я сейчас перечитывал перед этими чтениями блестящие труды, простые, понятные. То, что сейчас пишут американцы, всякие последователи Акофа, это уже опции, которые, скажем, на айфоне, может сто тысяч разных программ быть открыты, но работаем мы в трех. Вот примерно так. Вот у Акофа эти три базовые, а дальше пошли всякие разного рода опции. Целеустремленные системы это целевые, целевой подход, операциональный анализ деятельности, примерно то же самое, что и у ГП. И, кстати, язык, Владимир Маркович, я бы так сказал, ну, конечно, у них там несколько иной язык, но они же должны свои тексты, в отличие от ГП, которому не нужно было встраиваться в философское сообщество, он от него принципиально отмежевывался в научное, он критиковал научников и саентизм очень жестко, поэтому вырабатывался вот этот свой эзотерический язык. А Акоф все время пытался вписаться. И я сейчас покажу как бы схемы ГП и Акофа, такое короткое сравнение, да, и это станет еще более понятно. Вторая шикарная работа Акофа, всем советую почитать, искусство решения проблем. Примерно в то же время, где-то 79-80-й год, проходили несколько игр, на которых обсуждалась технология проблематизации. ГП нарисовал свою эту знаменитую схему, понятийно-фокусную схему проблематизации. Я думаю, что она на все времена, эта схема, велика, я ее на прошлых чтениях тоже тут приводил, но многие ее знают, кто не знает, советую посмотреть. Саша, единственное, я бы на будущее все-таки предложил поставить вторую строчку временную, рядом с Георгой Петровичем, и поставить туда годы. И мы тогда... Вот я очень нерешительно, поскольку вот у ГП, вот у Акафа есть эти книги, как Майлстоуны, которые показывают определенный этап, а у ГП по каждой из этих тем десятки статей, сотни дискуссий на семинарах, и обозначить какой-то один документ, какой-то один текст, я просто не беру на себя такой ответственности, смелости. Ну, трудно. Вот это твоя, наверное, прерогатива, как хранителя наследия, сделать это и поставить. Да, вот прежде чем этот слайд показывать, я сейчас сделаю другой ход, уважаемые коллеги. У меня еще есть две большие презентации. Вот это, значит, собственно, исследовательская работа. Первое. Это образцы схем Рассела Акафа. Вот я их просто так покажу. Очень интересное название. У Акафа есть схема хронотопа. Вот она, да? Схема метода, он так ее и называет. Кольцевая иерархическая структура, или то, что мы называем сейчас партисипативное планирование, или, как мы у себя в Абарнпроме это называли, значит, управление знаниями. Особым образом организованная коммуникация на разных уровнях управленческой иерархии. Трехмерная организационная структура. То, что сейчас как бы перешло в форму PM, Project Management, управление проектами. Вот великолепная схема, схема решения проблем по Акафу. Он там все эти шаги обозначил. Схема системы управления по Акафу. Вот она, можно посмотреть. Финансовая модель корпорации по Акафу. Вот. Сейчас покажу музей Схема Щедровицкого. А вот Схема Щедровицкого на те же самые темы. Откуда этот музей? Я там написал ГП Щедровицкий и Афузинченко, поскольку задача нарисовать этот музей была поставлена Георгием Петровичем в Харькове в 1981 году, когда он пытался вот это вот гигантское наследие к тому времени. Как-то систематизировать, классифицировать. И получалось только одним способом возможно это сделать. Выделить типы схем, которые символизировали смысл, как бы ключевое содержание каждого из проделанных этапов работы. Например, вот в этом музее были разделы системные представления, деятельностные представления, системодеятельностные представления, коммуникативные представления, мыследеятельностные представления и так далее, и так далее. То есть это был в подлинном смысле слово музей, поскольку шла систематизация и обработка тех материалов, которые были уже накоплены и лежат. И нужно было как-то их разгребать, чтобы по этому музею водить. Ну, возникла эта задача на Харьковской игре. Вот тут Оксана Рожанчук, я с ней сегодня пообщался, была тогда студенткой, молоденькой, такой, Юркой. И на этой игре впервые произошло то, что называется теперь у нас семиотическое бомбометание. На третий день игры ГП поручил команде архитекторов, вот я был одним из ее, значит, организаторов, и мы всю ночь сидели и нарисовали 50 плакатов на бумаге формата А1. Компьютеров еще не было никаких. Не было. На бумаге формата А1 нарисовали и вывесили. Я не помню, ты был, а ты был на этом мероприятии. И вот, Сашенька, где я только не был. Весели, значит, эти схемы, вышел народ, группы, сели, смотрят с ужасом, и ГП стал долго рассказывать про них. А потом вечером мы сидим и говорим, Сашенька, надо, чтобы эти схемы переходили с игры на игру, чтобы был такой пакет, все разделено по разделам, пожалуйста, беритесь, начинайте делать. И вот через три года, в 84-м году, 93 схемы по этим разделам были собраны. Из них ключевые, вот она первая идет, первое понятие системы и другие, я о них дальше расскажу, но они коррелируют со схемами Акова, кто заинтересуется, я эти презентации оставлю, не буду дальше вникать, значит, можете посмотреть. Я эту работу проделал и делюсь ее результатами с аудиторией. Схемы ГП. И теперь еще один маленький кусочек здесь, прежде чем к сравнению окончательно перейти. Вот висит вот это жуткое панно, декоративное такое, как сказали коллеги, сделала его машина. Ну и хрен с ней. Ну может быть красивая картинка, куча фамилий, а я где-то лет 15 уже начал в Тау это рисовать, когда мы стали строить эту самую общую управленческую подготовку. И пытался нарисовать такую картинку, где вот у нас тут ГП Щедровицкий СМД методология, а рядом Рассел Аков. Аков у меня чуть-чуть пониже, да? Поскольку схемы-то у него пожиже. У ГП все схемы это чистые формы мысли. А у Акова все схемы уже несут на себе ошметки тех ситуаций, в которые он должен был их вставлять. Прежде всего это научного сообщества, где он должен был всячески подтверждать, что он профессор и получает свой этот вэйдж не зря. И потом в тех компаниях, которые он консультировал, должен был показывать, что это где-то уже сработало. Вот ГП этого не требовало. И соответственно антично-средние века, новое время тоже фамилии. Но 10 тысяч, сколько там? Или 15, да? А тут фамилии где-то 30 примерно, да? И я думаю, что этого вот так достаточно, чтобы четко понимать, откуда, какая идея происходит. Конечно, ГП это все не сам придумал. Это делало на его команда, когда они читали, значит, и относились к трудам предыдущих мыслителей как к священным текстам. Сейчас уже отношения к текстам такого нету. Тексты это, так сказать, то, что летает там на разных гуглах и так далее. И все это делают. Итак, это я Аков. Аков, а мы закроем. Никаких-то восклицаний таких не появилось пока, да? Тогда я продолжу сравнение. Я попробовал выделить общее. Ну, сколько пунктов этого общего? Мы же сидим на таком быстротечном мероприятии, и это не диссертация, а тут доклады. Вот я выделил четыре пункта. Первое. У Акова, очевидно, во всех его работах проводится принцип не параллелизма, а формы содержания мышления, который, в общем, с моей точки зрения для СМД методологии является основополагающим, базисным. Он лежит в основе схемы знания, прямо противоречит психологизму и экономизму ключевой. У Акова точно так же. Он не должен был там, в Соединенных Штатах, как бы, пытаться войти в это сообщество психологов или философов. Хотя у него, значит, тоже очень для меня важный момент, у него исходное образование архитектура. Он получил сначала, значит, бакалавра архитектуры, а после этого, поскольку слишком умным оказался, стал, значит, еще получать доктора философии. Ну, как бы, на шлепочку такую, на свое исходное, инженерно-техническое, подчеркиваю, архитектурное образование сделал. Второе, деятельностный подход. Ну, очевидно, читайте целеустремленные системы, и вы, как бы, владея средствами деятельностного подхода, увидите там это, а иначе книжки читать и нельзя. Я всегда, когда беру читать какой-то текст, всегда ведь хочу что-то в нем выделить, нужное и понятное мне. И, естественно, подхожу к этому тексту с теми схемами поисковыми, или, как говорил ГП, я говорил, идете в книжку, берите всегда с собой лукошко, или еще у него был хороший образ такой, у геологов, разборный ящик, да, с такими, значит, этими ячейками, куда геологи, когда они керн вынимают из скважины, раскладывают, чтобы понятно было, с какого уровня, значит, какой поднят образец. Наконец, третий пункт, очень важный, вот то, о чем говорил Андрей Георгиевич, на чем настаивал Аков, особенно в этой своей книге «Искусство решения проблем». Мышление требуется только тогда и только тем, кто, перед кем стоит цель, кто ставит цель, вот и имеет ресурсы, я добавляю, изменить положение дел. Тем, у кого таких целей нет и ресурсов таких нет, могут заниматься чистым мышлением. Например, обсуждать, как коррелируют представления системные с деятельностными, является схема мыслодеятельности онтологической или не является онтологической, и сколько вообще онтологических схем оставила наука. Ну, это все, значит, к практике и к мышлению, но с моей позиции, с позиции Акова и моего командира никакого отношения не имеет. И последний принцип, тоже очень важный, принцип многих знаний, а сейчас я говорю, принцип многих схем. Я показал эти две презентации УГП, я, кстати, в этой презентации выделил из 93, на мой взгляд, ключевые, там их, по-моему, штук 10, больше не нужно. Сейчас я об этом на следующих слайдах скажу, я думаю, время мне еще позволяет. Принцип многих схем. Четыре. Общее. Следующий важный момент про Аков и ЭГП. Вот, есть такая фамилия Джамшит Карайдаги, и вот даже можете сейчас зайти в книжный магазин и купить книжку. Она толстая такая, вы купили, Коля, Называется системное мышление. Я тоже зашел в глобус несколько лет назад, полистал, ем я, ученик Акова, системное мышление. Смотри, картинки там, я тут же выложил 500 рублей за эту книгу, пришел домой, стал листать, и сейчас я не смог ее найти. Я ее куда-то забросил, поскольку это макулатура, коллеги, с моей точки зрения. Джамшит Карайдаги, если Аков был действующим, я бы так сказал, оруженосцем или хранителем оружейной комнаты при ряде управленцев крупных, в ряде крупных корпораций, он об этом пишет в своих книгах, и решал проблемы, то Джамшит Карайдаги был его аспирантом и должен был писать диссертацию, и он занялся обалтыванием того, что оставил Аков. И вот читаешь эту книгу, и там слова системное мышление, какие-то схемы, ничего общего с простыми, понятными, красивыми формулировками, рефлексивными в этом смысле Акова, поскольку Аков был в живой деятельности, и он ее описывал, и эти его схемы дальше употреблялись в деле. Джамшит Карайдаги простой болтун. И в этом плане, когда мы теперь, значит, в методологической школе управления Андрей Георгиевич собирает своих менеджеров, а в этой школе управления челяди нету, теоретиков нету, они менеджеры, черт побери, собрались, да, то мы требуем от них, он требует от них, прежде всего, работать очень жестко по этой позиции. И я теперь, значит, перехожу к более узкой теме. Начали мы с технологии мышления, а теперь я говорю о технологизации управленческого мышления. Поскольку буду дальше тоже продолжать эту мысль, системный подход нужен только тем, кто собирается чем-то управлять и при этом что-то изменять. Потому что здесь дальше написано на плакате СГП Щедровицкого. В этом плане у меня, как бы, позиция управленца, который включен в этот процесс технологизации управленческого мышления имеет вот эти четыре ипостаси. Откуда они взяты? Вот эта схема ГП. Она, значит, я ее увидел где-то в Горьком в 79-м году, по-моему, уж не помню, как называлась там эта игра. Он ее так нарисовал на какой-то рефлексии, и я ее, кстати, нигде потом не встречал. Схема цикла жизни знаний. Четыре места в этой схеме. Это, значит, даже не могу прочитать мелко, да? Это. Ситуация решения практических проблем и задач. Первая. В которой возникает потребность в знании. И мы не можем решить эту ситуацию. Мы должны перейти к методологической рефлексии и схематизации, получению этого знания. То есть управленец раздваивается. Андрей Георгиевич сказал, это у него рефлексивная позиция 2. Первая. Это когда он просто сопровождает свою деятельность, постоянно отслеживая, значит, что происходит и как. И вторая. Когда он, значит, начинает смотреть на средства, чему ему не хватает. Он выходит сюда. Но когда он получает схему, если он порядочный человек, типа Генри Форда, который оставил такие схемы, Джека Уэлча, Стива Джобса и многих других мыслителей, он должен теперь проделать вот эту работу. Передать эти свои наработочки в канал трансляции, чтобы это осталось и дальше было использовано. При этом очень важно, либо его менеджерами, это узкий круг, его там замы, команда, семь человек, они должны это понимать и донести это до следующих уровней управления. Либо следующим поколением, если он одинок, антологически, передать некому. И следующее место в этой схеме выращивание новых поколений, поскольку вот эти схемочки, полученные в результате рефлексии и практики идут в каналы трансляции, откладываются там, вот я тут сижу, этот зав. оружейной мастерской, а есть еще выращивание новых поколений, которые должны брать эти схемы и должны, черт побери, получать возможность стоять где-то рядом с этим управленцем, быть стажерами, там, наблюдателями, чтобы они видели, как это все происходит вживую. Только после этого они смогут в конечном счете попасть вот в эту позицию. Ну, здесь я взял эту, как бы, схему ГП, и уже проинтерпретировал ее более жестко, как бы, в том, как мы сейчас это видим. Вот есть управленец, вот ситуации 1, 2, 3, в которых он действует, он обсуждает эти проблемные ситуации в своей команде на оргрефлексии, вырабатывается корпус схем, они должны публиковаться, и после того мероприятия, которое было позавчера, целый ряд молодых менеджеров, был этой идеей зажжен, мы посмотрим, насколько долго, когда они потухнут, они сказали, ух, черт возьми, мы поняли, нам надо, мы же такой опыт накопили предпринимательский, надо это описывать, мы все соберемся, будем семинарить, честное слово, обязательно это будет. Ну, я так с ухмылкой говорю, посмотрим, ребята, может быть, соберетесь, они тут сидят в зале, эти менеджеры, ну, и, наконец, вот это место, мастерская управления, это то, о чем мы говорили на семейной игре у Петра Георгиевича, поскольку освоить, значит, возможность работать в этих схемах можно только в режиме мастерской, вот в режиме чтения лекций, чтения книг, ну, просто невозможно, невероятно трудно, вернее, если в мастерской чего-то научился делать, то, может, из книги содержание выделишь, вот этим занимается Тау, и сидящий где-то здесь Николай Федорович Андрейченко, который ценой своей жизни вытаскивает Тау, значит, полегче, да, вот он там сидит, по-прежнему там эта работа идет, и у нас сейчас пришли два новых курса, и мы видим какие-то классные ребята, и рассчитываем, что сейчас у нас 200 человек примерно есть штыков, а из этих еще человек 50, да, Коля? Штыков мы вырастим. Итак, я рассказал про технологизацию управленческого мышления, и теперь перехожу к дискуссии с Вадимом Марковичем Розеном. Ну, эта схема такая, тоже, как этот управленец работает, она как бы расшифровывает некоторые детали, но я думаю, что здесь ее обсуждать не нужно, она достаточно сложная, а поскольку менеджеров практикующих среди нас мало, не будем ее показывать, сразу перейдем к следующей, ах, она еще вводится у меня пошарно, во! Последняя картинка, наверное, на которой я буду работать, называется инструментальный арсенал методологической школы управления. мы начали, ГП оставил некоторые технологии мышления, мы их брали, учились у него, пытались использовать, потом стали все это апгрейдить для употребления в управленческой практике, в силу того, что попали на какие-то властные позиции, и там это понадобилось, но теперь же нужно этот арсенал, которым мы пользуемся, как-то оформить, чтобы передавать его можно было не в виде мешка, где лежит это все, или списка книг, ведь люди, которые отучились в современной школе в УЗИ, они когда приходят и видят, о чем мы говорим, сразу спрашивают, дайте список литературы, что можно почитать, я говорю, а ничего нельзя почитать, надо прийти в мастерскую, или надо приехать на мероприятие, где все это обсуждается, а потом уже вы, может быть, сами в интернете там найдете, что почитать, а если я вам сейчас дам список из 30 наименований, ну, вы так в нем и закончите, значит, свой жизненный путь. Итак, что на этой схеме очень важно? Это, как бы, шкаф, в котором лежат гранаты, патроны, пулеметы и так далее. В верхнем, значит, для нас, с вами, левом углу этого шкафа, вот я пишу мышление в категории система. Что это значит? Расшифрую. Вот есть этот принцип досократиков. Честно говоря, где-то у меня было на каком-то слайде фамилии автора, но потом я ее, значит, забыл, не имеет значения. Хорошо сказал парень, досократик, какой-то мудрость в том, чтобы знать все как одно. И это и есть основной принцип системного мышления, поскольку управленец должен мыслить системно. Что это значит? то он должен начинать с того, что ставить цель представить себе свой объект и свои ресурсы как нечто одно, как нечто, имеющее определенную рамку, и эту рамку провести, обязан и обвести. На что он может, где он может отдавать четкие приказания, его будут слушать и выполнять, где он может влиять, то есть заниматься воспитанием, уговорами, переговорами, коммуникацией и так далее. Вторая зона. И третья зона в этом его объекте, где он может только прогнозировать, поставить туда аналитиков, пусть они там исследуют, какие процессы происходят, чтобы он не облажался на следующих шагах. Вот у него эти три зоны есть. Первое, исходное его представление всегда, некая картина целого. Если он такую задачу ставит, он будет мудрым. Вторая задача. Декарт ее сформулировал. Поскольку внутри этого целого много чего разного, надо провести энумерацию и выделить некий перечень мест. На принципиальной схеме системной формы мысли там четыре этих самых, да, кружочка, связанные с трелочками. Она же абстрактная. А, например, когда рисуется схема устройства холдинга вертолета России, то там таких мест 25-30. Их надо все нарисовать. И все они разные. Есть программы, есть заводы, есть, значит, эти самые технологические, центры технологических компетенций, есть КБ. Это все совершенно разные места по своему устройству. Значит, вторая задача управленца провести декомпозицию и задать пространство мест. Ну, во втором понятии система это вот переход как бы на следующий уровень, второй анализа, да. После того, как он эту работу проделал, да, причем она никогда не бывает законченной, окончательно, да. Постоянно появляются какие-то новые идеи, мысли, решили захоронить там пять заводов, значит, надо перерисовать схему. Будет другое количество элементов, появятся теперь центры технологической компетенции, совершенно другие по содержанию образования. Третий шаг по системной форме мысли управленца, что это такое? Он теперь должен, вот здесь начинается собственно работа мысли, он теперь должен поверх того, что у него есть реально, и он это все энумеровал, выложил на свою схему, да, теперь нужно установить правильные связи, нужные ему между этими местами. Что это значит? Ну, например, сидят у него экономисты в штабе и говорят, слушай, блин, чтобы управлять всем этим множеством, давай балансы пусть они нам принесут, у кого баланс, с дефицитом, мы там директора заменивали, погоним их, или будем просить кредит, значит, в банке, чтобы там закрыть этот баланс. А другой управленец говорит, да нет, ребята, подождите, то, что там на заводах происходит, это, значит, есть следствие и 16-й шаг от того, чего не доработали стратегии в системе управления, проектировщики, конструкторы у себя там в КБ, потом те, кто, значит, руководил соответствующей программой и работал не по схеме StageGate, а как попало, да, завод, который не по Toyota Production System работал, да, хрен знает как вообще, давайте разберемся и выстроим совершенно иначе конструкцию этих связей, расставим приоритеты, грубо говоря, и здесь уже начинается чисто мыслительная конструкторская проектная работа, как будет выстроена между этими местами, ну, вот по кондовой базовой исходной конструкции структура мест, вернее, структура мест, а потом структура функций, в какой функции, какое место, по отношению к чему находятся, как они между собой связаны, да, и потом последний шаг в этой форме мысли, погружение вот этой уже структурированной функциями структуры мест в рамку целого и получение новой рамки целого, другой, в которой теперь как бы есть уже фрагменты и схемы шаг развития, поскольку исходное целое мы нарисовали, говорю, вот наша ситуация, потом проделали первый шаг декомпозиция, выставили структуру, и когда мы в этой структуре поняли, что из того, что у нас есть, мы можем использовать 30% заводов, КБ и так далее, а не хватает нам того-то, того-то и того-то, и надо пригласить французов, Роланда Бергера или еще кого-то, появляются пустые места, и вот в этом сила этих системных форм мысли, они позволяют ухватывать существующее, то, что имеет место в материале заводов, людей и так далее, и того, чего нет, и пытаться теперь искать то, чего нет, но уже где, вот в этой новой рамке очерченной, будем говорить, что это рамка С2, ситуация 2, ситуация будущего, и управленец начинает думать, как ему там чего и как выстроить. Итак, закончил, слишком долго я говорю, но я понятно говорю, управленец, если он вот так не мыслит, да, и при этом четко давайте скажем, коллеги, но есть другие люди, поэты, философы, врачи, военные, им, возможно, такая форма мысли не нужна, хотя Аков говорил, что, значит, самые крутые управленческие позиции, это, значит, директор госпиталя, руководитель госпиталя и руководитель симфонического оркестра, они посложнее, чем управление, значит, двигателестроительной корпорацией, ну, это Аков, наверное, он это сказал из любви к искусству, он вообще эстетику выдвинул там на первый план, там, где обсуждал целеполагание, если у вас нет эстетического чувства и вы не владеете языком художественным, никакого целеполагания не будет. Ну, еще пару тезисов, можно? Очень важно. Итак, формы мысли, теперь про подходы, чтобы мы не путали формы мыслей и подходы, совершенно разные вещи. Вот я изобразил деятельностный подход и мысли деятельностные. Те, кто читал труды ГП, знают, для меня деятельностный подход символизирован схемой ВД и ЭТК. Нормы, ситуация реализации. И в этом плане, если управленец работает в деятельностном подходе, он сидит со своим маленьким штабом, разработал план работ и в этом приказом внедрил, и все должны вкалывать. Вот в административной схеме, да, или в экономической, о которой говорил Андрей Георгиевич. А есть мыслей деятельностный подход, когда объект у него невероятно сложный, он не понимает естественных процессов всех, он не может эти 120 тысяч людей, которые там сидят у него, да, и 25 заводов, и 30 КБ организовать. Он должен работать как в мыслей деятельностном подходе. Что это значит? У него теперь должен появиться слой коммуникации, он должен всех их пригласить на мероприятие, собирается 100 человек, они должны все рассказывать, что у них там происходит. А он и его команда теперь выходят туда на доски мышления и могут теперь уже совершенно в другой манере, никому не навязывая изначально своих управленческих решений, продумывать, что и как делать с этим коллективом. И в ходе именно этого мероприятия, и тут у него общее с Расселом Аковом, да, вот это партиципативное планирование по Акову, это и есть сеть таких коммуникативных совещаний, за счет которых система управления получает возможность увидеть картину целого. Вот эти два подхода он должен четко понимать и различать. В каждом из подходов мыслит системно. Ниже сферы деятельности, соответственно, у управленца всего три сферы деятельности, когда он, как управленец, себя мыслит, а не там на гитаре играет или стихи пишет. Это сфера управления, сфера мышления и сфера образования. По каждой из этих сфер он должен работать всего лишь в нескольких схемах методологических. В сфере управления это схемы оргтехнической системы, не рисую, только называю, схема шагов развития и схема мыследеятельности трехслойная. Ему вполне там достаточно. Сейчас скажу еще, как дальше с ними работать. В сфере мышления это схема знания или непараллелизма. И вторая схема верстачной организации работ и конструирования на верстаках, где внизу ситуации, на верстаках конструируются схемы в виде и схемы знания. Что такое схема знания? Это фактически принцип, который ГП не раз провозносил. Что такое мышление? Мышление это движение в схемах поиски истины. И это фраза, и есть как бы изображение схемы знания базовой. Мы движемся в знаках и все время относим наши новые знаковые ходы к той области, которую мы не поняли или про которую мы хотим что-то узнать. Да и решаем, достаточно нам или нет. Там две схемы, и там, где сфера образования, три схемы всего лишь. Первая схема мастерской, поскольку только так можно транслировать управленческое мышление. Через книги нет. Говорю я в этом шаге. На следующем шаге говорю, схема игры. Не ко всякому управленцу попадешь в ученики, поэтому строятся имитационные системы, управление банком, корпорацией, там и так далее, и так далее. Их уже там десятки наработаны, и люди приглашаются в игру, поскольку крутые менеджеры и к себе не подпускают. И третье, это, я тут говорю так, книжка Мортимера Адлера, «Как читать книги». Поскольку все-таки из книг что-то нужно брать, но брать из книг можно только после того, как ты в мастерской поучился у мастера-управленца, после того, как ты прошел через имитационную игру и увидел сложную систему целиком, после этого ты можешь открыть книгу Джека Уэлча. Я понимаю Реоса, он очень хорошо понимает Уэлча, поскольку они занимались одним и тем же. А когда книжку Уэлча он начнет читать какой-нибудь философ из Института философии, или из Томска, он ни хрена там не поймет, скажет, ну что Уэлч, там и так далее. Итак, сколько я их перечислил? Три и три, шесть, и две, восемь. Значит, всего восемь базовых схем. Как с ними работает управленческое мышление, как технология? Как ребенок с конструктором Лего. У него есть эти единички, которые он может разбирать на кусочки, и должен из них на верстаке, там, где сфера мышления, собирать те конструкции, которые нужны ему для того, чтобы увидеть будущее своего предприятия, своей корпорации. Ну, вот тут внизу, да, РУ-1, РУ-2, и изменить положение дел, сделав шаг вперед. Я на этом закончил, как бы, кусочек, инструментальный арсенал МШУ, вот он в этом состоит. Его надо освоить в деле, естественно. Ну, это схема. Ну, наверное, эту точку поставлю, слишком много наговорил. Спасибо, Александр Прокофьевич. Вопросы? Да, Вадим Маркович. Вот, мне очень понравился доклад, очень четкий, ясный, содержательный, эмоциональный, замечательный доклад. И тем не менее, у меня два вопроса. Вот, Саш, как бы ты отнесся тоже к своего рода альтернативе? Первое. Вот есть западное управление, а есть управление в российских условиях. Альтернатива такая. Или у нас вообще нет никакого управления, с своей точки зрения, вот как ты представляешь. Или все-таки оно есть и иное. Это вот первый вопрос. Второй вопрос, тоже очень короткий. Вот ты знаешь прекрасно, что в концепциях по управлению идет очень жесткое противопоставление, и спор довольно большой, между трактовкой управления как систем и трактовкой управления как организмов. Кстати, Аков тоже это обсуждает. И здесь есть действительно принципиальная альтернатива, потому что все, что ты рассказал, прекрасно работает в представлении управления как систем. Но абсолютно не работает в представлении управления как организмов. Единственное, там позиция была насчет противопивного отношения, но оно на Западе совершенно другое. У нас оно не работает, на самом деле, как они понимают. Вот два вопроса. И как вот ты на них будешь отвечать? Про первое. Я-то думаю, что управление одно. Так же, как и мышление одно. И на Западе, и в Японии, и у нас. Но просто есть разные формы выражения в дискурсе, разные формы схематизации. Поскольку я книг этих насчитался уже выше крыши, я-то считаю, что Георгий Петрович добился наибольшей четкости в их ухватывании сути. И в том, что это действительно одинаково и у нас, и на Западе, вот мы убедились о последние пять лет. В частности, Андрей Георгиевич тут может меня дополнить, поскольку он лично этим занимался. Как только мы хотим что-то организовать по-настоящему, нам надо брать ту технологию, которая в мире себя уже оправдала. Но правда есть Саша Прохоров, ярославский мыслитель, он написал книжку «Русская модель управления», в которой попытался сформулировать, в чем же эти особенности русской модели. Он к нам в ТАУ как бы каждый год приезжает, и мы с ним там общаемся по вечерам, чай пьем. Как? Он у нас работает, да. Он наш сотрудник, да. Мы понимаем, что он как ярославец хотел бы вот какую-то все-таки русскую специфику такую выделить. Но у меня прям противоположная точка зрения, я всегда с ним, вот с Андрейченко, все эти жестко спорю, говорю, Саша, блин, да херня это все, что ты несешь. Одно и то же. Понятно, моя позиция, да? Вот так он обычно не разговаривает, да. Так. По-моему, Александр Зиновьев. Второе. Значит, ты одновременно на оба вопроса ответил. Нет, это тема вот Реуса. Я просто... А, хорошо, да. Я должен ремарку все-таки одну сказать, потому что я считаю, что Зиновьев на этот вопрос ответил сразу. Потому что когда вот это стихотворение замечательное его «Давно пора ядрен, а мать умом Россию понимает». Нет, это Гарик этот, Гарик, я. Гарик? Ну, у Зиновьева я... Губерман. Губерман. Ну, это у Зиновьева в книге было написано, и он это как бы вот прокомментировал. Поэтому никаких нет разных управлений. Нет, не может быть. Ну, как это? Потому что если... Потому что что такое российское управление в отличие от американского? Ну, бред это, сивой кобылы. Потому что если начинаешь работать с General Electric, начинаешь работать с другими фирмами, причем здесь... если ты придешь и скажешь, что у тебя другая система управления, то тебя будут смотреть как на конченного идиота, и правильно. И поэтому, когда многие у нас приходят и с придыханием говорят, что у нас другая система управления, это идиоты. Вот это вот... Патриоты. А патриоты, да. Не патриоты, я не знаю. Ну, просто, а как это? Это же общечеловеческие вещи. Земной шар вот такой вот. Посмотрите на него. Вот. И все идеи человечества, по-моему, они... И теперь по... Организмический подход. Значит, я бы таких жестко не различал. Или сказал, что даже в системном подходе есть всегда управленца эта зона, куда он рукой своей не достает. Ему нужно получить знания о том, что там происходит, каковы естественные процессы. И он пытается всякими способами это получить. А с точки зрения организмического подхода, вот мы говорим, организм, где там есть в нем какие-то процессы, например, которыми мы управлять не можем. Наш мозг не управляет, например, сокращениями нашего сердца. А йоги могут, оказывается, тренируются, останавливают сердце, лежат там где-то по сутками, значит, не дышат. Они научились это делать. Они научились в своем организме управлять даже теми функциональными системами, которые нормальные люди делать не умеют. И отсюда как бы следующий тезис. Вот когда мы говорим о партисипативном планировании, о коммуникации, о мыследеятельностном подходе, о том, что управление в рамках управления знаниями собирает представителей разных мест и ведет с ними разговоры. Я думаю, что это есть то же самое, что йоги делают, когда они пытаются начать головой управлять какими-то функциями в организме, которые головой, увы, обычные люди управлять не умеют. Но для этого надо просто тренироваться и быть продвинутым профессионалом. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы? Нет вопросов. Суждения? Да. Остался один розин. Ну, я думаю, что тут не все так просто, как вот не отвечали. Почему? Потому что вот не случайно ведь методологические команды почти все вымели из власти управления. Это вот факт. Просто есть такой момент. Это первое. Теперь второе. Дело все в том, что управление, на мой взгляд, это не только деятельность. И не только деятельность над деятельностью. А управление более сложное образование. Оно связано с типами социальности. Когда переносят западные технологии управления на российскую почву, то не могут перенести соответствующие типы социальности и опыт социальный, который складывался не одно десятилетие. И в результате мы видим, что получается. Или идет имитация, или когда есть какие-то особые условия, а мы всегда знаем, в советское время были такие, некие локальные ситуации, где можно было создавать условия. Вот там тогда вы получаете это общемировое управление, которое существует. На мой взгляд, это более сложная вещь и требуется еще специально по-другому глядеть на управление, где оно не является только деятельностью, но деятельность, или не просто деятельность, а связанность с типами социальности. И почему у нас не работает это все западные технологии? Именно потому, что мы не можем перенести. У нас свой тип социальности. И в этом смысле, я говорю, что требуется следующий шаг делать, следующий шаг в развитии представления об управлении. Уже тех представлений, которые вводил Георгий Петрович, совершенно недостаточно. И весь опыт перестройки и дальше это демонстрирует. И второе небольшое. Вот я считаю, что очень важно, если мы хотим действительно использовать инструментарии чужие, очень важно не только анализировать сходство, но и важно анализировать различия. Вот только беря сходство различия, мы можем получить инструментарий настоящий. И здесь, в данном случае, вот хотя бы проблемы со схемами, о которых ты говорил. Что делают схемы? Схемы, как я показываю в своих исследованиях, они позволяют разрешать проблемные ситуации. И здесь всегда возникает вопрос, одинаковые, например, проблемные ситуации у Георгия Петровича, у Акова. Это первый вопрос. Второе. Схемы, я обращаю внимание, ориентированы на определенные аудитории. А аудитории всегда связаны с видением, пониманием и действием. Так вот, опять же, одинаковые ли аудитории для схем, которые мы развивали и Аков развивал. И третий момент. Схемы, построенные по определенным принципам и логике, ты об этом говорил, по сути дела, и определенным образом используются, употребляются. Опять же, вопрос, одинаковые ли логики построения и использования этих схем. Я думаю, если мы сможем ответить на эти вопросы, то мы действительно получим продвижение именно в инструментарии. Спасибо, Георгий. Георгий Афанасьев. Я хотел небольшой комментарий к фокусировке на процессе развития, которое явно прослеживается в двух докладах. Несколько заметок здесь. Как я оцениваю современную социокультурную ситуацию, в ней сами процессы воспроизводства не гарантированы. И есть большой класс задач управления, связанных с сохранением и воспроизводством того, что раньше давалось естественным режимам, и можно было заниматься задачами развития. И если смотреть в будущее, то, наверное, такого количества ситуаций будет нарастать. Кроме того, видно, что... Ну и, соответственно, о чем я хотел сказать, что в тех схемах, которые в том числе были представлены на доске, когда фокусировка сделана именно на развитии, как на том процессе, вокруг которого его анализы, организации, построена вся базовая деятельность методолога. Вполне можно себе представить совершенно альтернативную задачу, когда вся деятельность по организации связана с процессом воспроизводства, поскольку именно он является гарантированным, гарантирует все остальное. И, наверное, я так сказал, как гипотеза здесь, что суть следующего шага развития методологии может именно в этом состоять. Я несколько раз уже делал такие комментарии, говоря о том, что за счет предметизации процессы развития и развивания стали массовыми. И если в 50-х годах развитием занималось два человека в каждой стране, то сегодня уже нет такой профессии, которая бы не сделала процесс развития. Теперь стратегированием занимается каждая кухарка. Все правильно, да. Но вот из этого феномена, которую вы сами подчеркиваете, надо сделать, мне кажется, правильный вывод. Вполне возможно, что тематика управления и развитием нужно прочитать не как, что управление, в смысле и заниматься развитием. А управлять развитием можно занимаясь, ограничивая развитие, которым занимаются уже другие. Это тоже нужно признать. Они занимаются как-то. Вот из этих 18 тысяч имен, значит, наверное, половина они используют понятие развития и практики развития. И здесь, если в 50-х годах это было единственное, ну, то есть, собственно говоря, некая опознаваемая линия такая, то сегодня на этом пути, мне кажется, что нет перспективы. Вот, еще раз, комментарий в чем? В том, что управление развитием, это не значит, что именно нужно простраивать сам процесс развития. Вполне возможно, организуя другие процессы, такие как воспроизводство, можно получить результат. А еще есть замечания? Нет, у нас очень длинный прогон сейчас. Заключительное слово. Обед по расписанию. Смотрите, расписание. Слово, прошу, можно. Ну, Вадим Маркович сделал замечание важное, но, как бы, два нюанса. Первое, я ей сказал, у меня позиция хранителя оружейной комнаты. У вас позиция культуролога и исследователя. В этом плане культуролог и исследователь, он там полочки в этой мастерской чистит, перебирает, протирает тряпочкой, а тот, кто в оружейной мастерской, он должен схватить и, вот как на баррикаде в Киеве, там схватили дубины какие-то, и вот, значит, там решают вопрос дубинами. Некогда заниматься, значит, расчисткой, разработкой и приобретением. И второй, для меня очень важный момент. Вот когда мы говорим про смену социальных там, чего-то там, структур, да, и противопоставляем всему этому управленческую позицию, я бы сказал, вот то, что не происходит, допустим, в каких-то регионах смены соответствующие, да, например, в России, или происходит, но так, как мы сегодня наблюдаем по телевизору, да, в моем родном Киеве, да, это и есть результат только отсутствие квалифицированных управленцев. Вот только это. Поскольку заниматься и решать вот те вопросы, или вот те, о которых здесь, мы хотим сказать, изменить социальную ситуацию, мы не можем. Мы можем только на расстоянии своей вытянутой руки, мысли системно, да, организуя свою деятельность, проектно-программно, создавать вокруг себя вот этот ареал некий, да, разумного решения вопросов, и не трепаться про развитие вообще. Это задача вот экономистов, которые в мерке там сидят и врут нам, значит, все время про ВВП, про стратегии там какие-то рисуют, ничего не понимая про будущее вообще, про то, как надо работать, что нужно делать. Ну, люди заняты. Спасибо. Светлана. Светлана, я уже презентацию твою там открыл. Вот, если нужно, добрый день, коллеги. Уже сегодня утром, получив программу, я вдруг с удивлением для себя обнаружила, что тема моего доклада, заявленная в программе, и та, по которой я буду делать доклад, отличается одним словом, но она очень важная. В программке написана тема методологическая антропотехника, а я планировала рассказывать про корпоративную антропотехнику, но для тех товарищей, которые следят за текстами и буквами, я обещаю, что в конце заключительной тезисы я вернусь к этому, ну, к этому, я бы не сказал, к ошибке, к этому развлечению и поясню, почему. во-первых, я принадлежу команде восьмитомника, участвовала в написании томов 7 и 8, том 8 посвящен той теме, о которой я сейчас буду рассказывать, поэтому рассчитываю, что есть часть людей, которые этой темой интересуются. и во-вторых, я прошла школу урок деятельностных игр и, соответственно, считаю, что все мое образование и все, чем я владею, есть результат обучения в этой школе. Итак, пункт номер один, кому и зачем нужна корпоративная антропотехника. Ну, поскольку мы обсуждали наши выступления и, соответственно, обсуждали фокусировки, я концентрируюсь на той задаче, которую обсуждал в своем выступлении Андрей Георгиевич. И утверждаю, что корпоративная антропотехника нужна такой позиции, как стратег, стратег, который занимается в первую очередь развитием корпорации и, соответственно, которому нужно изменить формы мышления и деятельности людей, работающих корпорацией в соответствии со стратегией. и поэтому утверждаю, что если нет стратегии изменения или развития, то не нужно менять формы мышления и деятельности людей. И я здесь ограничиваю тему корпоративной антропотехникой, поскольку обсуждаю, что в стратегии в рамках корпорации в широком смысле есть инструмент изменений, и, соответственно, все, что происходит с людьми, происходит в рамках стратегии. Соответственно, что же происходит с людьми в такой развивающейся корпорации? Ну, я здесь опозначила такое прикладное понимание развития, утверждая, что границы будущего задает стратег, и они проходят там, где заканчиваются мысленно его программы. Соответственно, проекты, корпус проектов позволяет эти программы реализовывать, двигая границы, а делают это, соответственно, люди, включенные в ситуации принятия управленческих решений. И, соответственно, только в этих ситуациях людям нужно соответствующее оснащение и нужны какие-то другие формы или нужные им формы мысли и формы, которые позволяют им действовать. Поэтому с людьми, на мой взгляд, должны происходить три основных процесса. Первый это включение в то, что мы называем проектно-программными формами организации деятельности. включение или выхождение. Я согласна с репликой, что форма развития проектов, программ, что эти слова стали сейчас культурной нормой. Все обсуждают, что мы все делаем программы, у всех проекты, у всех развития. Поэтому, может быть, и это кажется банальным, но на самом деле сменить режим и жить в режиме проектно-программной организации это совсем иная компетенция, чем жить в режиме хорошего и нормального функционирования. Второй важный процесс, происходящий с людьми, это освоение лучшего мирового опыта. Тоже кажется, что это достаточно тривиально, и вообще-то предполагается, что системы подготовки должны отвечать за эту функцию. Система профессиональной подготовки, в частности, учить людей тому, что происходит в мире на передовом фронте. но, как мы видим и знаем, на самом деле, то ли в силу длинности процесса, то ли в силу плохой организации, те, кому надо действовать, узнают об этом опыте ад-хок, то есть под ту ситуацию, в которой надо принимать решение. И поэтому это оснащение, оно сопровождает конкретные действия. Ну и третий пункт касается того, что только в процессе решения задач люди могут осваивать управленческое мышление. И, собственно, тем, кто не занимает управленческую позицию, оно не нужно. То есть, тем, кто не действует, не нужно осваивать управленческое мышление. Это лишнее, избыточное. Я две цитаты записала, я не стала их выносить на слайд, но я хочу их озвучить. Это два примера такого подхода. Один из мировой практики из уважаемого нами Джека Уэлча, когда он пришел в General Electric, он произнес такую речь. И в этой речи был такой очень соответствующий теме тезис. Он сказал следующее, я начинаю менять компанию, я хочу поднять производительность, радикально улучшить качество, вдвое уменьшить число уровней иерархии, и компания может выжить только при таких условиях. Это не мой выбор, это закон конкуренции. Тех, кто готов строить новую компанию, я приглашаю в свою команду. Я никого не увольняю, но не успевающие за изменениями должны уйти. Понятный принцип, есть лидер, он понимает, что делать и соответственно влечет за собой, привлекает в этот процесс ряд людей. Это такой более развернутый тезис, но мне нравится русский язык тем, что у нас есть очень четкие, короткие и более понятные высказывания, поэтому я люблю тезис, который придумали в холдинге «Сухой» группа дирекции по развитию производственной системы. Я его уже цитировала и продолжаю всегда цитировать. Они озвучили простой тезис, они сказали меняйте людей или меняйте людей. Меняйте людей в смысле меняйте их формы мысли, а если не получается, то меняйте людей, то есть убирайте этих и берите других, которые могут мыслить правильно. Вот мне кажется, это тот подход, который в рамках стратегии развития только и может действовать. Я буду в большей степени рассказывать про первый подход меняйте людей и соответственно про ту систему работы, те инструменты, которые в этом подходе можно и нужно пользоваться. Пункт 2. Система работ, которая должна быть проделана такой позицией, как корпоративная антропотехника. Звучит это, конечно, страшновато, наверное, нигде так не называется, но я намеренно не использую слово «эчар», поскольку давно вращаюсь в этом кругу и знаю, что не все «эчары» на самом деле меняют людей. Более того, практически никто из «эчаров» не занимается изменениями людей в первом смысле. Увольняют? Да, но меняют в меньшей степени. Поэтому буду использовать такой внутренний сленг. Итак, система работ. То есть задача этой системы работ заключается в том, чтобы под места в системе управления меняющейся корпорацией вырастить людей и, соответственно, чтобы управлять изменениями путем расстановки и передвижения людей. То есть люди есть тот инструмент, которым пользуется стратег для собственной реализации изменений. Здесь четыре топа. Они все достаточно понятные. И мы про это тоже уже несколько раз рассказываем о том, как мы это делаем. Это, соответственно, место с отбором, в котором появляется тот самый пресловутый кадровый резерв. И понятно, что если люди уже включены в систему работы, то, собственно, отбор осмысленнее и правильнее делать из них. Я не буду рассказывать про то, каковы инструменты отбора, это отдельная тема, отдельный фокус, но это важная, существенная и достаточно длительная система работы. И если она не работает как система, то отбора нет. То есть нельзя сделать отбор один раз, выделить некую группу и потом заниматься только ей. Эта система должна работать постоянно. второе очень важное место это расстановка. От правильности постановки людей на места зависит успех реализации стратегии. Ну, я тут, Андрей Георгиевич, уже позволю себе вас зацитировать, когда мы обсуждали тему расстановки, Андрей Георгиевич сказал, что есть только две ошибки управленца. Первая не того человека поставили, а вторая не на то место. Ну, соответственно, и та другая означает, что управление не осуществится, поскольку либо человек не справится с задачей, либо не на том месте сделать не то, что нужно. Поэтому фокус расстановкой достаточно важен для принятия правильных решений. Третий фокус это подготовка. Про это подробно будет рассказывать Данил в следующем докладе. Ну, я обозначила здесь несколько пунктов, которые обязательно нужно иметь в виду. То есть, первое, подготовка может быть только командной. Никакого индивидуального коучинга, выращивания персонального, развития с точки зрения интересов корпорации быть не должно. Второе, обязательно в систему подготовки должна вовлекаться рефлексия лучшего опыта. Это и есть то оснащение, о котором я говорила ранее. И третье, результатом такой подготовки должны становиться формы, способы, технологии, организации работ, которые позволяют управленцам действовать на разных местах. И, собственно, четвертый фокус это с точки зрения антропотехника это проверка в деле, а с точки зрения системы управления это, собственно, ситуация принятия управленческих решений, то есть тех ситуаций, в которых управленцы действуют. Там же я обозначила в этом фокусе проверки в деле фокус с рефлексией своих действий, с такой ситуативной рефлексией, которая сопровождает принятое решение, должна позволить действовать ситуации. Система работ вот нельзя сказать, что что-то важнее или с какого фокуса начинать. Я бы сказала, что принцип работы должен удерживать все четыре фокуса, какой-то из них может в определенный момент развития корпорации становиться приоритетным, но не работа какого-то из этих фокусов означает, что система не сработает. И понятно, что есть еще следующий шаг, что люди, которые начинают действовать, снова попадают в систему отбора. Ну и здесь вот как бы выясняется как раз та самая ошибка, когда мы понимаем, что человек не смог решить ту задачу, которая была поставлена. Следующий пункт касается инструментов. Здесь я наметила поле или такие полочки, ну Александр Прокович любит полочки, у меня это пока не полочки, а такие кладовочки, в которых лежат возможные инструменты, которыми можно и нужно пользоваться для корпоративной антропотехники. Первая комната это опыт корпораций лидеров. Ну почему опыт корпораций лидеров? Поскольку они лидеры, это значит, что то, что они делают в зоне выращивания людей, наверное, правильно или наверное имеет смысл быть учтенными и использованием. Я здесь пометила те корпорации, которые на слуху и которые умудрились описать свой опыт, ну по крайней мере издали книги про это. Не факт, что они там описали все, что они делают, но по крайней мере есть описание, соответственно, эта книга про опыт слияния Рено-Ниссана, который написал Карл Асбор, гражданин мира, это Бритиш Петролиум описанный опыт в книге Учитесь летать, это Дженерал Электрик, соответственно, эта книга Джека Волча и много-много чего про нее, ну и так далее. То есть, соответственно, внутри таких описаний, таких кейсов, соответственно, выделен опыт соответствующих решений, кейсов, которые были использованы в практике и, соответственно, решений, которые были приняты. На мой взгляд, это как бы направление, оно позволяет нам выделить те инструменты, которые уже показали свою эффективность, точно понимать ситуацию к употреблению и, соответственно, использовать в последующих проектах. Второе, Я обозначила опыт корпорации лидеров первым, потому что считаю, что история достаточно длинная, я ее использую где-то там с конца, считаю, что интересные инструменты это конец 40-х, начало 50-х, ну в частности там же появился опыт Тойоты, Тойота Production System и внутри нее идея, например, с кайдзен или непрерывным совершенствованием, которая очень-очень похожа на идею, соответственно, рефлексии в своих действиях и, соответственно, рефлексивного шага в собственном развитии. Второй топ – это, собственно, опыт УДИ. И хотя я думаю, что здесь в зале достаточно количества участников этой истории, этой школы, мне кажется, что у нас мало технических описаний, инструментариев, которые использовался в рамках рук деятельностных игр. Я не знаю, почему так, я думаю, что, может быть, благодаря тому, что мы еще живы и действуем, поэтому не описываем то, что мы умеем делать. Может быть. Да, ну вот я помню учебник «Букварь по игротехнике», которым с удовольствием пользуюсь. Ну на самом деле, ну не знаю, вот как бы для меня это не вопрос, просто загадка, почему так. Но, тем не менее, считаю, что те инструменты, которые в рамках УДИ были задействованы, поскольку УДИ строилась как система развития, сама игра, соответственно, вовлечение людей и развитие, выращивание людей в рамках УДИ всегда было составляющей, неизменной частью любой игры. И инструменты, которые там используются, вполне могут быть, да, отделены от ситуаций, перейти в другие ситуации, организации коллективной мысли, деятельности в другие форматы и использованы для соответствующего решения задачи. Поэтому это вот второе такое поле, которое мне представляется просто как бы кладезем возможных инструментов. Третье, ну опять-таки, поскольку я принадлежу к определенной команде, это опыт Талейской Академии Управления. Это все, что касается программы общеуправленческой подготовки. Ну здесь мы написали больше, и достаточно много есть текстов, где описан опыт и, собственно, самого проекта, и организации работы внутри проекта, и технологии подготовки. Ну и, соответственно, как бы больше, еще моложе поколение, которое прошло эту подготовку и понимает, как надо делать. И я была очень рада, когда ко мне пришла наша выпускница на собеседование. И в это время со мной в собеседовании участвовал гендиректор компании, который ничего не знал про систему подготовки. И эта выпускница с гордостью говорит, ну вы знаете, я же прошла тьютерскую, я же уже как бы вот там на ранг выше, я же знаю, что такое тьютер и как он работает. И мне пришлось пояснять своей коллеге, вот этому гендиректору, в чем, как бы, собственно говоря, смысл этой подготовки. Почему человек, который дошел до тьютера, круче, чем тот, который туда не попал. Четвертое направление, это, собственно, то, что мы делали в оборонпроме в рамках корпоративного университета, это система работ с кадрами корпорации. Это пятилетний проект, который завершен, это 55 сессий, которые мы там использовали как формат работы с кадрами и, соответственно, определенная группа резерва. Я специально говорю, что проект завершен, поэтому обсуждать судьбу людей, которые там выращены, считаю, не нужно, поскольку в рамках того проекта система подготовки и выращивания людей и смены форм мысли, смены, либо освоения других форм мысли, она была поставлена и сработала, свою задачу решила. То есть, соответственно, для чего весь этот набор нам нужен? Он нам нужен только в том случае, если у нас есть новые проекты, в которых, соответственно, мы решаем задачи, в том числе задачи корпоративной антропотехники. И, соответственно, описывать инструменты без наличия проектов задача, ну, может быть, для кого-то интересная, но, мне кажется, они сильно практичны. Поэтому вопрос в том, какие есть проекты, и Андрей Георгиевич немного о них говорил, это проекты МШУ разные, разные организации, разные корпорации, разные команды, и для этих команд инструментарий корпоративной антропотехники является таким практическим, нужным для решения практических задач. И теперь возвращаюсь к названию доклада, который сегодня я в очередной раз увидела. То есть, я понимаю, что на самом деле корпоративная антропотехника – это пока такое некое название, которое, конечно, мы употребляем, и слово «антропотехника» используем, статус его не очень понятен, что это, не очень понятно, да, как этим пользоваться дальше, я не очень понимаю. Я могу тут, поскольку все-таки чтение юбилейное, вспомнить, как у меня случился такой инсайт, который позволил мне сменить форму мысли. Ну, правда, это было в несколько другой постановке вопроса, если вы помните, ну, те, кто помнят, в конце 80-х обсуждалась тема практических наук, и Георгий Петрович очень много эту тему обсуждал в разных аудиториях. Вот я присутствую на одном таком обсуждении, мне кажется, это было в Набережных Челнах, где Георгий Петрович сделал очень такой долгий доклад, и рассказывал вообще, что такое практические науки. А я на тот момент была психологом, таким хорошим психологом, аспирантом, и вот у меня случился инсайт, то есть в какой-то момент у меня что-то щелкнуло в голове, я вышла, ходила где-то час по этому там лагерю, просто плохо соображая, потом подошла Георгий Петрович, он прогуливался с Матвеем Соломоновичем, и я помню, что у меня просто дрожал волосы, Георгий Петрович, так что, и психология может быть практической наукой. То есть для меня это было потрясением, сама постановка вопроса, поскольку вот как-то это никак не связывалось у меня на тот момент сознание. Ну он мне, конечно, ответил «да», и много мы эту тему обсуждали, но я все-таки понимаю, что как бы любое дело должно иметь свое название, то есть психология психологии, она есть, она как бы претендует на науку и существует, поэтому для любого нового дела, например, для такой деятельности или подхода инструментов по выращиванию людей нужно другое слово, поэтому антропотехника. Для того, чтобы появилась такая область, как методологическая антропотехника, нужен ряд условий и ряда работ. Ну я уже одно обозначила, это, соответственно, проекты, команды, группы, которые, собственно, антропотехнику практикуют, этим занимаются. Сколько таких, сколько их в этом зале, сколько их за пределами, я не знаю. Ну я вот могу сказать, я сейчас такую одну команду себе собираю с большим удовольствием, надеюсь, что у нас такие проекты будут. Второе, что нужно, соответственно, вот все, что я пометила, как разные полочки, пока это все пусто. То есть, соответственно, набор конструктивов, инструментов, которые использовались в разных практиках, в разных ситуациях, как инструмент антропотехники, это предмет исследовательской работы. Если кого-то это интересует или кто-то готов, я бы с удовольствием с кем-то сотрудничала. Я, к сожалению, занимаюсь инвентаризацией с мыслением раз в год, вот благодаря чтениям, все остальное время я копаю что-то в проектах. Поэтому, если есть такая тематика, есть такое название, то, соответственно, должно появиться соответствующее поле исследований, которое бы везде звучало, использовался термин антропотехника. Ну и третье, соответственно, если мы начинаем работу в этом направлении, появляется группа и команда, которые работают и пользуются этим, соответственно, тезауром, словами, темами, мы начинаем эту тему как-то продвигать. Мы, конечно, назвали том номер 8 корпоративной антропотехникой, в скобочках, да, используя этот термин, но на самом деле он еще не стал употребимым. И я думаю, что пока им еще мало кто пользуется, его как-то идентифицируют и в коммуникации, и в межпрофессиональной, и, соответственно, в методологических обсуждениях. Спасибо. Вопросы? Вадим Маркович, следующий, Яков Папе, Ковалёва. Давайте. Ну, тоже очень четкий и ясный доклад. Кажется, ни к чему нельзя подкопаться. Но очень простой вопрос. Вот все, что вы рассказываете, ведь как бы вы описываете некую рациональную такую картинку, которая вроде бы ни к чему конкретно не привязана культурно. Ну, вот давайте вот простой такой вопрос. Вы говорите, вот стратег, вот развитие. Да, но мы же знаем прекрасно, что, например, развитие предприятий, там, корпораций на Западе, очень честно связано с жесткой конкуренцией. А у нас непонятно, что происходит на нашей территории. У нас идет конкуренция, конечно, есть, но она идет за властные ресурсы, административные ресурсы. Во второй очередь, там, действительно напоминающие что-то западное. И сразу же возникает вопрос, о каком развитии вы говорите? Развитий может быть много. И они очень четко завязаны на культуры, на регионы, на социальность. Это первый. И второй, для пояснения. Вот вы говорите, места и люди. Люди занимают места. Но, извините меня, кроме того, что люди места занимают, они постоянно выходят из своих мест и начинают общаться. И выстраивают часто такую политику, что все эти вещи перестают работать. Вот у меня вопрос. Спасибо. Понятен вопрос, да? Да, понятен. Ну, по поводу первого пункта, Владимир Маркович, ну, уже говорили коллеги про это. То есть я в этом смысле придерживаюсь позиции, что корпорации, они не у нас в стране, они как бы в мировом масштабе. И в этом смысле конкуренция есть. Но мне, может быть, так свезло, я вот сейчас во второй, в другой корпорации работаю. К счастью, среди наших конкурентов в первой десятке мы единственная отечественная компания, а девять остальных – это мировые компании, которые представлены на территории нашей страны. Поэтому их помыслить локальными просто невозможно. Поэтому мы в глобальных процессах, а не в… Ну, понятно, что есть куча всяких вопросов, но… Нет, в корпорации, в которых нет глобальных процессов, или что? Не корпорации. Это фуфел, коллеги. Это короткое слово. Просто ты безусилитель, или какой-то… Я слышу только розин. И второй пункт… Я озвучу, я вам сказал, корпорации, которые не в глобальных масштабах, это не корпорации. Это фуфел. Я не знаю, что такое фуфел, но… Что-то нехорошее. Ну, да. По поводу второго пункта. Ну, как бы мы, если в этой схеме производства клуб, да, понятно, люди на местах должны принимать решения, действовать, принимать работы. Есть среда, где люди общаются и там, как бы, засоряют свое сознание. Это слава богу. И есть третья форма, которую мы обсуждали в топе, соответственно, подготовки. Это организованная коммуникация по поводу, да. Поэтому, если этого третьего топа не будет, то понятно, что как бы только за счет того, что люди на местах что-то делают и при этом после этого все это как-то оббалтывают, ничего не произойдет. Поэтому организованная коммуникация по схемам организации коллективной мысли деятельности есть тот инструмент, который позволяет, собственно говоря, управлять процессом изменений форм мысли, способов деятельности. А все, что касается клуба, общения… Спасибо, Яков Шаевич. Яков, папа экономист, использовал и слова «корпоративная не корпорация». Нельзя уточнить, что понимает, когда мы слушаем корпорацию. Как вообще сказать «корпорации» — это… Любые корпорации, любые организации, которые мыслят себя в контексте мировых процессов развития, конкуренции, столкновения, борьбы и т.д. и т.п. Если школа Василия Георгиевича мыслит себя как в контексте мирового образования, это корпорация. Спасибо. Автор упомянутого вами игротехнического учебника «Букваря». Юра. Вопрос снялся уже в ответ. Спасибо. Ковалева. Спасибо большое. Я хотела спросить такой момент. У нас в этом году на семейной игре зимой как раз организовалась тоже группа «Антропопрактика». И для нас было принципиально, хотя мы обсуждаем в рамках группы «Антропотехники» все-таки заявить тему «Антропопрактика». Потому что, например, принципиально вопрос ограничения тех или иных «Антропотехник» или конкуренции «Антропотехник» даже в рамках становления какой-то корпорации. Вот мой вопрос для тебя, обсуждая эту тему. Важно именно сфокусироваться на «Антропотехнике» в рамках вашей группы или все-таки обсуждать «Антропопрактический взгляд»? Ну, «Антропотехника», поскольку инструмент стратега. В этом смысле, что нужно по поводу конкурирующих «Антропотехник»? Тут как бы кто не с нами, тот против нас. То есть, если есть корпоративная рамка, то нет никаких конкурирующих «Антропотехник». Они должны быть либо устранены, либо ликвидированы. Спасибо. Андрей Коблиф, расскажите, пожалуйста, а «Антропотехники» могут вообще поднять производительность труда в три раза, как президент предлагает? И в этом смысле является ли «Антропотехникой» подход Сталина? Когда половина ученых сидит в тюрьме, другая половина лучше работает. И, собственно, вот если деньги больше не работают, как мотивация… Это один вопрос, всё, да? Три вопроса. Ну, то есть один… Или вы хотите просто всё выяснить сразу? Нет, у меня вопрос… Вот это контекст, а вопрос в том, что вообще «Антропотехника» и производительность труда… Просто, понимаете, из уст «Минэкономразвития» вопросы звучат странно немножко. А это личный подход. Вот, подождите, нет никаких личных подходов. Ведь, понимаете, либо вы принимаете правила игры, предложенные вами докладчиками, и самоопределяетесь в вашей позиции. Вот Розин самоопределён в позиции. Он её занял, да, и он из неё задаёт вопрос. А что такое личный вопрос? Я вот не могу понять. Ну, слушайте, у меня, например, личный вопрос. Почему мы сегодня в свитере? Ну, вот ответьте мне. Да ещё в синем. И очки какие-то странные. Я тоже могу вот всё это спрашивать, и это будет нормально, это будет принято. Ну, свитер я, чтобы вы спросили, а про производительность труда прошу ответить. Хорошо. А «Антропотехники» могут ли поднять производительность труда? Если в стратегии корпорации стоит такая задача изменения в цифровых показателях производительности труда, соответственно, есть целый ряд инструментов, которые надо освоить для того, чтобы производительность труда изменилась. Самый банальный, про который уже сто раз говорили, это лин или пережливое производство. Отработанная технология, которая позволяет изменить производительность труда. Поэтому задача, чтобы люди, которые вовлечены в процессе, её освоили и стали применять в практических ситуациях. То есть это как бы одна из таких классических задач. Да, но только единственное, с точностью до технологии и базовой. Поэтому может оказаться, что применение данного инструментария для данной технологии не даст увеличение в три раза. Поэтому я вот всегда рассказываю этот пример, что когда мой старший товарищ, главный инженер Тойоты, господин Хаяши, приезжает в Москву и приезжает на конкретные предприятия, он всегда может сказать, насколько повысится производительность труда на данном конкретном предприятии с учётом его технологии при применении его инструментария. А чего достигнуть будет нельзя. Потому что есть базовые ограничения. Ну и мне кажется, да, а антропотехник дальше занимает следующую позицию. Он говорит, а с помощью какого антропотехнического инструментария можно добиться этого результата? Ну, например, одним из условий внедрения этой системы является визуализация задачи. Ну и в этом смысле рабочий должен уметь читать визуальные схемы, да, или визуальные, так сказать, средства. Или рассматривать визуальную информацию как средства. Это есть определённое условие. Ну, если он не способен к этому по каким-то причинам, его надо, ну, немножко продвинуть в этом направлении. Надо ещё сказать, что высказывание, что надо вообще поднять производительность труда в четыре раза, оно бессмысленно. Вопрос не имеет никакого смысла. Ну, это, так сказать, избыточный уже ответ на вопрос, потому что об этом спрашивающий не спрашивал. Ещё вопросы, коллеги? Спасибо большое. Замечание. И за это спасибо. И у нас четвёртый доклад. Прошу. Так, и коллеги, я сразу хочу предупредить, мы в результате закончим раньше. Вот. И обед будет не так, как написано в два часа, а он будет в половину второго. Независимо от того, когда мы сейчас закончим. Потому что мы ещё проведём общее обсуждение. Ну, и где-то в этом районе закончили. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже из восьмитомника, в соавторах седьмого тома. Я, наверное, принадлежу к четвёртому или пятому, не уверен, поколению намка. К четвёртому принадлежу я. Вы меня поправите. Поэтому вы посчитайте хорошенько. Но самое главное, что я принадлежу к тому поколению, которое никогда не встречалось лично с Георгием Петровичем. И имею возможность реконструировать какие-то схемы, дискуссии, которые происходили, либо благодаря интерпретации и рассказам своих учителей, либо знакомясь уже с оригинальными текстами Георгия Петровича. Я уже в данной аудитории второй или третий раз делаю доклад на тему корпоративного университета оборонпрома. Думаю, что тему могла уже набить оскомину. Думаю, что оно будет уже таким финальным и обобщающим. Как уже сказали, этот проект закончен. Но поскольку он был достаточно успешен, то мы его описываем и не гнушаемся применять в других бизнес-проектах, которые мы сейчас реализуем. Им показывает свою применимость много где, независимо от сферы. Но поскольку мы все-таки опирались, в том числе ориентировались на опыт мировых лидеров, и в первую очередь Джейнел Электрик, который совершенно прекрасный корпоративный университет создал, который равняется все мировые корпорации, то, несомненно, я не могу не сказать и про это. У меня будет, в общем-то, три пункта в моем выступлении. Первое — это условия возникновения в корпоративных университетах Геи и оборонпрома. Условия, в которых возникали эти корпоративные университеты, задачи, которые решали лидеры, которые стояли во главе этих корпораций, с одной стороны, отличались. Джейнел Электрик должна была стать, когда пришел Джек Уэлч, должна была стать из неповоротливой огромной компании, должна была разделиться на несколько более мелких, но в то же самое время более эффективных бизнесов, но объединенных единой целью. Я вот сейчас могу сказать, что, наверное, в том числе и для этого Джек Уэлч создал корпоративный университет. А оборонпром, напротив, с точки зрения организационной задачи, преследовала другую цель. Эта организация собирала разрозненные предприятия, ИКБ, восстанавливала разрушенные промышленные цепочки. Но в чем была общая проблемная задача, с которой столкнулись лидеры этих корпораций? Необходимо было выстроить систему управления, которая бы позволила использовать какие-то нелинейные инструменты, когда ты не можешь ежедневно приезжать на каждое из своих предприятий и проводить совещания, оперативки. Ты не можешь собирать всех людей ежедневно или даже ежемесячно. Но все люди должны ориентироваться на одну цель, понимать стратегию, понимать, куда идет компания, и действовать согласно этому. Вот в таких условиях были созданы оба корпоративных университета. То, что касается назначения и задач корпоративных университетов. На наш взгляд, назначение корпоративного университета заключается в том, чтобы транслировать то управленческое знание, носителями которых выступают команды верхнего уровня. В нашем случае это были знания, накопленные в ММК и затем в методологической школе управления. В случае General Electric это были, как мы можем предположить, соответственно, управленческие знания системщиков. Скорее всего, Джек Уэллч, естественно, был с ними знаком, и черпал их оттуда. И корпоративные университеты должны были выступить таким инструментом управления знаниями. С одной стороны, трансляции знаний с верхнего уровня, с другой стороны, с вовлечения персонала нижних уровней к коммуникации и обсуждению этого управленческого знания и его применения в конкретных практических ситуациях. Ну и отдельно слайд по поводу того, как же была выстроена собственно работа корпоративного университета Абаронпрома. Ну, собственно, первый элемент нашей работы, с которого мы начали, который мы начали еще даже до того, как мы приняли решение создать корпоративный университет, это система мероприятий по внутрикорпоративной коммуникации. Как уже говорилось, мы за пять лет провели их порядка 50, 55 даже, вот, надежь, говорю. И, то есть, в год где-то в среднем по 10-12 мероприятий, каждый раз на разном месте, на разных предприятиях, которые были раскиданы по всей стране. И выборка участников производилась таким образом, чтобы, ну, во-первых, участвовали, естественно, все топ-менеджеры, участвовал кадровый резерв, участвовали представители разных структурных подразделений, и это было ключевым условием. Таким образом, на каждом мероприятии у руководства корпораций появлялась возможность сделать такой своеобразный срез ситуации на текущий момент, поскольку в одном зале собирались, ну, по сути, представители всей корпорации. И чем точнее была выборка участников, тем точнее удавалось обсудить решение той или иной проблемы. Сессии были тематизированы по ключевым направлениям, которые были ключевыми для нашей корпорации. Это было управление наукой разработки, управление предприятием, управление жизненным циклом и так далее. Соответственно, вторым элементом системы, это было направление работ, про которое Слава Браниславовна подробно рассказывала, это кадровый резерв корпорации, который непосредственно тщательно отбирался и выявлялся на сессиях по внутрикорпоративной коммуникации, а затем назначался в наиболее проблемные места, которые требуют усиления в рамках корпорации. То есть кадровый резерв выступал своеобразными агентами изменений или носителями того управленческого знания, которое им было передано в ходе мероприятий, через которые они прошли в корпоративном университете. То есть они выступали агентами первого лица уже непосредственно на местах. Обязательным ключевым требованием к кадровому резерву, могу сразу сказать, было, чтобы всю свою коммуникацию они производили обязательно в схемах. То есть технологии схематизации они все владели. И продолжают сейчас с нами тоже контактировать, спрашивают, в каких еще мероприятиях можно принять участие. То есть они заинтересованы в том, чтобы свой инструментарий развивать и дальше. Ну и третье, то, что мы сделали, это то, что мы назвали портал корпоративного университета. Это уже, по сути, это был веб-сайт, в который при помощи логина и пароля каждый представитель кадрового резерва или желающий в него попасть мог зайти. Ну и, соответственно, на этом портале накапливались те знания, которые были получены в ходе мероприятий. Они были специальным образом систематизированы. Там в том числе выкладывались и публиковались некоторые работы мировых лидеров, на которых мы ориентировались. Ну и в то же самое время была организована коммуникация, удаленная коммуникация, поскольку мероприятия, как я уже сказал, проходили не чаще раза в месяц. То есть у участников была возможность в том числе устраивать дискуссии там. Была возможность напрямую задать какой-то вопрос, например, руководству. Не посредством формальных каких-то процедур, которые в любой корпорации есть, но посредством такой в том числе вот и неформальной системы. Вот это три ключевых элемента, на которых был выстроен корпоративный университет. Сейчас я уже могу говорить об этом в прошедшем времени и в некотором смысле уже рефлексировать эту работу, потому что в нее уже не включен. Спасибо. Спасибо. Вопросы, коллеги? Да, Юра. Разделяете ли вы позицию предыдущих докладчиков относительно границ терминов? Вас не слышно. Говорите в микрофон. Разделяете ли вы позицию предыдущих докладчиков относительно границ терминов корпоративности, то есть это позиционирование в рамках глобальных процессов? Если да, то в каких процессах позиционируется Абарус-Пром? Спасибо. Знаете, у нас как бы в демократии особое отношение. Если бы я не разделял позиции предыдущих докладчиков, то я бы в состав команды не входил. Поэтому да, конечно, разделяю. Ты ответишь? Здесь по другое идет речь немножко. И ваш вопрос. Здесь корпоративный университет. Тут не нужно мудрствовать по понятию корпорации. Просто корпоративный университет, он приписан к тому месту, которое называется корпорацией. И, соответственно, вот в этом его особенности. Но был еще вопрос, связанный с тем, какой процесс именно для базовой деятельности корпорации, но как я понял вопрос, значит, вы считаете, как вы спросили, важным, да, или главным? Надо подчеркнуть три вещи здесь. Когда говорится корпоративный университет, что это означает? Первое. Руководитель этого корпоративного университета есть первое лицо. Все, точкам дальше можно не продолжать. Пункт второй. Корпоративный университет – это инструмент реализации стратегии. Соответственно, любое мероприятие корпоративного университета есть мероприятие, актуальное для деятельности и решающее совершенно конкретные задачи. Ну вот, как бы, эти три принципа. Ну, подожди, давай просто, поскольку мы только что сидели, значит, обсуждали, я сказал Андрею Георгиевичу, что с моей точки зрения, собравшиеся в зале ничего не понимают из того, что рассказывается. Вот, но, значит, в качестве контрольного вопроса, Андрей Георгиевич, в скольких из этих сессиях вы принимали личное участие? Во всех. Не-не-не-не, ответь, пожалуйста. Я почти во всех принимал. Почти во всех. Я, по-моему, болел несколько раз. Значит, еще раз, коллеги, услышьте. Первое лицо крупной корпорации с оборотом... Ну, секретные данные не будем называть. Значит, принимал личное участие во всех этих сессиях. Я считаю, дальше можно просто ничего не обсуждать. Да, там были сессии другого уровня в разных местах, которые там декомпозиция определенная. Но все ключевые моменты... Он не был на совещаниях у премьер-министра, значит, у вице-премьеров шести уровней, потому что они пересекаются, все этим занимаются, значит, у министров экономического развития. Он принимал участие в этой деятельности. Я был на совещании. Да, ну, параллельно, да. По скайпу. Еще вопрос есть. Да. Вопрос такой. В рамках такого системного подхода к управлению мы можем осознавать, найти пределы применимости этого подхода? Не можем ли мы столкнуться с противоречиями, которые мы не осознаем? А вот это несколько обобщенный вопрос. Вот предыдущий доклад там Сухой, там сотрудники Сухого цитировались, меняйте людей или меняйте людей, да? Тогда здесь некоторое управление уже сознанием возникает, наблюдение. То есть мы можем получить конпродуктивную ситуацию. Смотрите, управление, оно мы можем говорить о том, что всякое управление совпадает с носителем этого управления, с человеком. Когда мы управляем людьми, и вот в контексте того, что мы не осознаем пределы применимости системного подхода, мы можем говорить здесь о таких вещах, которые, так сказать, могут прямо... Ну, слушайте, ну, не можете, не говорите. Ну, я вам предлагаю вот пример того, где... Ну, еще раз, услышьте, вы говорите, мы можем, у нас может начаться в голове путаница, мы можем запутаться в собственных мыслях, вот, и потом в собственных словах. Ну, если можете запутаться, ну, не мыслите, не говорите. Но если вы на вторую теорему Гёдлю не рефлексируете, а не полноте, то вы в этой ситуации и находитесь. Ну, еще раз, знаете, приходит, значит, больной, значит, к врачу и говорит, значит, доктор, а что вот эти маленькие, зелененькие по мне ползают? Он говорит, ну, вы на меня-то не стряхивайте. Я вам привел конкретный пример, что управление, оно совпадает с носителем. Ну, и отлично, вы, подождите, вы чем-нибудь управляете в жизни? В данном случае я управляю этим диалогом. Нет, нет, это вам кажется. Значит, еще раз, вы в реальной практической жизни чем-то управляете? Можно я серьезно попробую? Хотите ответ на какой-то вопрос? Ну, конечно, потому что от этого зависит же ответ на ваш вопрос. Любой человек чем-то управляет? Нет, 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 не любой человек чем-то управляет. Каждый человек есть ресурс, и в этом вашем... Еще раз, нет, не любой человек чем-то управляет. Как вы и сказали, вот вы подтвердили, что вы вправе противоречиваете. Ну, отлично, да, великолепно. Так они услышали. Может быть, вы услышите то, что вам говорят. Коллеги, я можно воспользоваться? Да. Воспользуюсь этим трагическим случаем. Значит, вот смотрите, вот мы берем очень большое беспокойство за людей возникает у многих по поводу того, поймут они что-то, не поймут что-то, что с этим делать. Значит, есть представление жизненного цикла изделия. То есть, например, это вот мы с Петром Георгиевичем любили обсуждать, переход, два типа продукта, которые делает корпорация. Например, одно – это изделия как таковые, и второе – жизненный цикл изделия. И продает либо изделие, либо жизненный цикл изделия. Это два абсолютно разных подхода, ну, диаметрально разных подхода. И которые меняют деятельность, начиная от КБ, от первого стадия, от замысла любого изделия до последней стадии его захоронения. То есть, это абсолютно другой тип мышления даже конструкторов, технологов, руководителей всех уровней. Другой тип мышления абсолютно. Но при этом мировой тренд такой, что если не переходить на жизненный цикл, то вы в рамках мировой системы не существуете вообще. То есть, вам надо либо закрыть все соответствующие предприятия такого типа, целиком причем, либо заставить всех размышлять категориями жизненного цикла. Все типы, все цепочки сверху донесу. Не просто размышлять. Сначала размышлять, а потом перестроить их. Потом перестроить и делать их. Если, соответственно, материал, с которым вы сталкиваетесь, я имею в виду персонал, к этому не способен, гоните его к чертовой матери и берите другой. Если вы чувствуете, что вы можете перестроить, делайте эту перестройку и меняйте мозги в этом смысле полностью. Да, при этом, при этом, так сказать, чтобы для тех, кто кое-что понимает из того, что пытается вам сообщить Андрей Георгиевич, я хочу сказать, что у компании General Electric, ну в частности, переход на концепцию управления жизненным циклом занял 15 лет. 15 лет непрерывной работы по перестройке всей технологической цепочки и всей системы управления, включая бухгалтерскую деятельность. Кто-то тут пошутил, значит, по поводу бухгалтерской деятельности. Вот считать экономику жизненного цикла это совсем другая бухгалтерия. Ну и вот это, это как бы реальная, реальная задача, которая может ставиться для того, чтобы появилась корпорация в том понимании, как задавались определенные вопросы. И инструментом, единственным инструментом, который может это осуществить, такого типа перестройки, является корпоративный университет и коллеги. И все. И стратегия. Стратегия совместно с корпоративным... Хорошо. Коллеги, еще вопросы. Есть? Да. Говори в микрофон, потому что не слышно. Может он выключен, давай тогда к этому передеркали. Значит, вот тип мышления, вот это управленческое, которое обсуждается. Значит, вот этот тип мышления, значит, у него есть осознанная граница, скажем, уровень корпорации, это замечательно, а вот на каком-то более высоком, вот уже надо что-то другое. Или? Ну, конечно. А вот эта граница, где перестает, где надо что-то другое, она названа... Можно? Ну, а в каком языке? В том, что, так сказать, в языке, так сказать, ну, социокультурных организаций, политических организаций, то есть тут же есть уровень, есть уровень государства, да, есть уровень, так сказать, как бы там, ну, сейчас возникает, так сказать, мировой, там еще между этим, есть уровень корпораций. Вот вы, на этом языке, можно задать, где точно работает, где вы предполагаете, что он работает, и где могут быть проблемы. Еще раз, поскольку ты не положил типологию объектов... Ну, вот я сейчас чуть-чуть ее положил. Ну, подожди, ну что, чуть-чуть? Типологию нельзя положить чуть-чуть. Вот у нас такая типология, там, сангвиник. Нет. Вот чуть-чуть положили. Да, хорошо. Я считаю, что я положил. Я задал уровень глобальный, цивилизационный. Нет, это не тот язык. Нет, ну, давайте два, давайте примеры, просто простые вещи. Ну, допустим, давайте управляем корпорацией и второй объект, управляем интеграцией. Интеграцией, так сказать, в рамках страны? Поручили вам там синтегрировать три страны. Создали комиссию и вот поставили вас во главе. И вы стали во главе этого, как бы, процесса. Конечно, вы по-другому будете работать. Конечно же. Все, ответ к вам. Конечно, вы будете привлекать массу разных инструментов, которые для управления корпорацией, например, их значительно меньше. А там вы начнете творить еще. Но дай бог, только единственное, чтобы вы как бы осознанно это делали и понимали технически то, что вы вытворяете. То есть, то, что можно сейчас бросить вот из всего этого в коммуникацию, вот то, что перед этим говорилось, это уровень корпорации. Сейчас, еще раз, коллеги. Выступают представители определенной позиции, которые рассказывают вам о своем опыте. И фиксируют следующий момент, что они начали эту работу, заимствовав некие средства мышления из СМД методологии, сознательно и целенаправленно. В этом смысле они задействовали определенный портфель представлений, схем, понятий и так далее. Применили, отрефлектировали, описали и с этой позиции вам рассказывают. Все. Спасибо, вопрос. Ответ можно еще тоже здесь в комментариях? Вы проделаете ту же самую работу. Понятно. То есть, в этой постановке мой вопрос дефицентен. Ну, конечно. Ну, так же, как и то, что пытался спросить коллега. Значит, почему-то, начав вместо вопроса, обвинять нас в том, что мы сумасшедшие. Ну, такая у нас тоже распространенная форма коммуникации. Когда, если что-то не понимаешь, первое, что нужно делать, надо сказать, что другой участник коммуникации дурак. Ну, потому что это же ты-то, ты-то не понимаешь, значит, только потому, что он дурак. Ну, другого же нет вообще в принципе варианта. Не может не понимать, потому что он не понимает. А еще есть вопросы. Суждения, коллеги, причем суждения можно уже теперь, я думаю, не только по крайнему докладу, но и по всей ситуации в целом. Пожалуйста, Ваним Маркович. Во-первых, я хочу сказать, что все доклады действительно очень связаны между собой и позиции очень четко и ясные, и мне лично очень понятные. То есть, я тут никакой такой непонятности не вижу. Я хотел пояснить вот свои вопросы и подход. Дело в том, что я здесь выступаю как методолог с философской ориентацией. А моя задача в этом смысле состоит в том, чтобы анализировать те предпосылки, из которых вы исходите, и обсуждать с точки зрения современных вызовов. Насколько это все работает по отношению к современным вызовам. И вот, что мне кажется очень верно отмечал Зинченко, Саша, это то, что здесь кроме того, что используют представления СМД методологии, здесь все-таки вот это есть четкая установка на инженерию. Речь идет о социальной инженерии. И вот как раз по отношению к этому я бы хотел обозначить те два вызова, о которых мне кажется стоило бы поразмышлять, подумать. Первый вызов стоит в том, что, извините меня, но сегодня инженерия не является ведущим видом технической деятельности. Вот в современных работах по философии техники показано, что инженерия сегодня является всего лишь элементом технологии в широком понимании. Технологии в широком понимании это не инженерия, это очень сложные комплексные виды деятельности, включающие и научные исследования, инженерные разработки, и системы управления, и, что очень важно, и существенно социокультурные факторы. Изготовление компьютеров последних поколений, мобильной связи, системы обороны и так далее, это все технологии в широком понимании. Там инженерия внутри. Так вот, первый вызов, на котором стоит размышлять, что сегодня инженерный подход, инженерный парадигма, это всего лишь уходящий способ глядеть на технику и понимать, что с ней происходит. А более существенно это встать на другую позицию технологий в широком понимании. Это вот первое. И второе. А второе считает в том, что вот есть такая книга Баумана «Актуальность Холокоста», где он показывает, что во многом одна из причин, конечно, появления Холокоста была связана именно с тем, что государство реализовало социально-инженерный подход. Очень жестко, четко и понятно. И в рамках этого социально-инженерного подхода были подавлены все элементы общества, личности и прочее. Вот это второй момент, который тоже требуется продумывать. Вот социально-инженерный подход, он имеет свои последствия, часто работающие против человека. вот два момента. Спасибо, Вадим Маркович. Пожалуйста, представляйтесь. Да, потом Слава. Полина, Чатриоретка, у меня больше, я не знаю, суждения вопроса, но к вам, Петр Георгиевич. Потому что, глядя на эту схему, я все дело думал-думал, это же интеллектуальное разделение труда, мировая карта, можно себе представить. И в этом смысле, если не смотреть на то, что делал Георгий Петрович, и то, что продолжают сейчас, пытаются в разных практиках разные группы людей, собравшиеся, мы там сколько пытались сделать, и ребята делают сейчас дальше, просто я уже в этом не участвую. Ваша команда тоже. Если не смотреть на управление, как на то, что существует во всем мире, безотносительно, языка, как единую штуку, в которой, если ты не будешь участвовать, и не будешь понимать ее так, то никогда на этой карте не то, что фамилия одного философа не появится, не появится страна, как участник этого интеллектуального разворачивания, движения и этой работы. Да? Спасибо. А, Слава? Вячеслав Марача. Мне очень понравилась вся серия докладов, она такая очень стройная и сделанная с очень четкой позицией. Но при этом вот когда вот эта позиция пытается вступить в диалог с другими позициями, ну вот например когда Вадим Маркович Розин задает вопросы и вот как мне показалось он ответов не получал и это меня наводит на определенные такие проблемные размышления и вот как мне показалось здесь есть одно ограничение которое очень четко выразил Александр Пранковьевич Зинченко когда сказал что управление одно и мышление одно действительно когда мы вот там по поводу антропотехник хорошо отвечали так сказать вот когда мы действуем например в рамках корпорации то да действительно как бы вот есть одна антропотехника которая четко работает на нашу стратегию а так сказать всякая другая должна быть исключена вот но при этом так сказать когда мы выходим в больший масштаб где например существует конкуренция и коммуникация различных школ системного подхода известно что это школы стратегии существуют различные там масса книжек про это написано то вроде как мы должны вот это вот пространство усложнять и там ставить уже какие-то и другие вопросы так сказать и даже там другой тип целей возможен там например социокультурные цели вот о чем Розин спрашивал и так далее то есть вот как мне кажется вот была продемонстрирована очень важная часть пространства системного подхода к управлению так сказать но именно часть а вот пространство в целом его еще восстановить нужно спасибо ну мир большой и сложный да ну если продолжать всерьез Бахтурин относиться к тезису о том что управление одно то с моей точки зрения есть определенная дефицитность в том процессе в ведущем процессе который вы положили а именно развитие корпорации что развитие было три процесса сейчас дело в том что такой реальной альтернативы принятой в мировой практике для корпорации кроме ее развития это ее просто уничтожение такой разбор еще раз было три процесса было процесс функционирования развития и ликвидации захоронения и Реус сказал что ему больше всего нравится вообще именно третий вы помните я помню видел эту карту а вы что говорите я говорю следующее что центрация всего вот этой всей картины вся пирамида докладов сверху от теоретически положенных трех процессов до оружейной комнаты для вооружения войска для разговоров о войске и там об этом инкубаторе для воинов как у вас было построено это все на самом деле проводим процесса именно сохранение этой корпорации вопрос в том что вот эта вся сборка пересборка разборка она давно уже не является никакой изотерикой если вы говорите на мировом уровне если вы возьмете только в качестве ориентира не дженеров электрика гугл который собрали там за год за два под новую идею и который сопоставим с дженеров электрика сейчас по массе показателей вопрос только в одном что на самом деле ну такая версия версия что выбор корпоративного вот такой такой корпоратив единицы как корпорации и центрация на ее сохранение через развитие как вы это обсуждаете ну все вместе это как раз сексуальная обусловленность нашей сегодняшней ситуации что мы себе не можем позволить ничего просто разрушить вот так развалить на кубики и быстро пересобрать ровно как там угол собирает на себя все то что ему ну ты будешь отвечать вот докладчик даже не хочет тебе отвечать потому что с моей точки зрения вот ребят вот еще раз я могу ну спокойно перенести это вот случайных людей которые приходят вот они так сказать мне мне тут даже рассказывали что есть уже несколько человек которые приходят потому что обедом кормят вот значит бесплатно и они уже год из года ходят потому что они выяснили что вот такая халява именно 23 числа значит здесь наступает да 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 я знаю вот я просто к чему да что ну к ним задавать вопрос так сказать такую позицию вы занимаете ну бессмысленно но вы это как бы посмотрите рефлексивно на свой вопрос вы у вас есть только один шанс первое проделать аналогичную работу на другом кейсе через 10 лет рассказать об этом здесь и сказать я столкнулся с другим типом объектов ну или выбрал сознательно чтобы пику значит чтобы разговор носил предметный характер между мной и командой вот когда у меня был опыт аналогичного управления хотя не первого лица и у нас со мной было несколько разговоров про управление жизненным циклом вот у нас была ну такая односторонняя коммуникация потому что я ему рассказывал об этом а потом он мне сказал ну да это мы все понимаем вот коммуникация закончилась потому что он принимает решение я не участник его корпорации он меня не позвал замом ну а если бы позвал я бы не пошел поэтому зная это он не позвал ну понимаете это же все ну как бы поэтому а с кем коммуницировать ганди вопросы можно задавать без всякой коммуникации а вроде сейчас уже время было не вопрос правильно а но а нету оппозиционного самоопределения нету к тому что говорит Вадим Маркович Розин можно отнестись следующим образом принять к сведению ну то есть да ну какая-то рефлексия по этому поводу социокультурная проблема и так далее но она есть конечно но если надо решить конкретную задачу за короткий срок задача понятна стандартна ее решают во всем мире регулярно для определенного типа базовых процессов определенного типа организационных структур то надо просто решать задачу а не сопли размазывать по поводу культурологии но тем не менее ведь обсуждение сейчас по программе идет по теме доклада МШУ как развитие системного кейс кейс подожди было же не для того чтобы мы похвалили подождите и тезис прозвучал на мой взгляд пусть меня поправят докладчики очевидный и простой он звучит так в этой зоне задач применяя средства системы мыследеятельностного подхода и сопоставив их с аналогичными методологическими средствами применяемыми другими подобными структурами пришли к выводу об их близости я хотел сначала сказать тождественности но потом решил воздержаться от такого грубого тезиса об их существенной близости как по содержанию так и по времени возникновения и смысл моего тезиса заключался только в границах применимости этого вообще ну конечно потому что тип идеального объекта под названием корпорации которые вам положат ну это же азы чего по этому поводу талдычить ну другой объект другие средства все же уже обсудили я не понимаю вашу позицию давайте ваш крайний тезис вопрос вопрос обсуждение такое скажите пожалуйста вот обсуждение тот университет корпоративный который вы создали на котором вложили ряд конкретных этих самых тезисов подходов и так далее вот этот корпоратив корпоративный университет он продолжает сейчас помогать нашему оборотпрому обеспечивать свою конкурентоспособность вот если бы как-то поделились этим опытом это тоже был в очень такой полезный момент и второй тезис который я хотел бы высказать значит скорее больше в качестве пожелания вот в стране происходит очень много разных непонятных и сложных процессов вот если бы школа школа Четровинского к следующему к следующему 21 чтения могла бы привести какой-нибудь опыт решения практических вот задач сегодняшнего дня это было бы мне кажется подняло бы просто значимость этой школы мы сейчас что у меня нет этой шапочки а то бы я сказал есть будет выполнено а про первый ваш вопрос вот даже Андрей Георгиевич хотел что-то отвечать а я ему говорю нет нет не надо потому что вы не чувствуете что ваш вопрос не этичен почему ну не знаю но вы этого не чувствуете я не смогу вам этого передать ну ладно я вам например могу на своем примере сказать у меня есть такой принцип я завершаю проект три года не комментирую его пожалуйста это ваше же право понимаете почему да или не понимаете почему я три года ставлю себе запрет на комментирование того проекта который я осуществлял ну и имею инсайдерскую информацию ну хорошо каждый свое право на свою точку зрения значит вот договорились коллеги перерыв на обед собираемся через час через час следовательно в программе сдвижка по всему до конца пока не забываем не забываем то не забываем что Продолжение следует...